МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Граждане митингующие, своими действиями вы нарушаете закон о проведении митингов. Попрошу вас прекратить беспорядки и разойтись по домам. Добрый вечер, дорогие телезрители. Я веду свой репортаж в центральной площади города Тишинска. Именно в этом городке год назад произошло сверское убийство, которое потрясло всю страну. В своем доме был убит предприниматель Александр Ларионов, его жена и маленькие дети. Тогда же за это преступление был осужден и приговорен к 15 годам лишения свободы предприниматель Михаил Николаев, друг Ларионова. Сегодня, благодаря вмешательству столичных властей, стало понятно, обвинение против Николаева было сфабриковано. Мы видим, как в здании городской администрации Тишинска подъехали машины с членами следственной группы вместе с его руководителем, следователем по особо важным делам Алексеем Углановым, заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации. Следователи уже установили многие уголовные дела, по которому добывает срок, некоторые жители Тишинска были сфабрикованы. Мы постараемся дождаться комментариев от Алексея Угланова по поводу сложившейся ситуации. Оставайтесь с нами, Андрей Романов, специально для 2-го федерального канала. А вот следственной бригаде из Москвы, во главе со следователем по особо важным делам Алексеем Углановым, предстоит проделать большую работу и ответить на множество вопросов. Как получилось, что за убийство, совершенное в доме Тишинского, бизнесмена Ларионова, осужден невиновный, до каких пор жители города будут терпеть бездействие местной власти, закрывающие глаза на бандитский беспредел? Произошедшее в прошлом году убийство Ларионова и последовавший за ним арест Николаева, стали отправной точкой для проверки столичными властями деятельности Тишинских правоохранительных органов. С нами на связи наш специальный корреспондент в Тишинске, Андрей Романов. Кажется, ему удалось получить комментарий Алексея Угланова. Завтра все документы подробно. Алексей Петрович, это правда, что полковник Симоненко отправлен в остатку? Кто теперь возглавит городскую полицию? Полковник Симоненко отстранен от занимаемой должности без комментариев. С нами на связи наш специальный корреспондент в Тишинске, Андрей Романов. Так, отбой по палатам. Быстренько. Еще же полчаса дайте сети. Давай, давай, давай. Давай топай. Правильные психи после 22-х спят. Слышишь, майор? Ну, че ты, майор? Время позднее, ты устал. Давай, молодец. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следователем по особо важным делам Алексеем Углановым, заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации. Привет. Привет. Слышала, что делается-то? Да уж. Весь день сегодня крутит. А ты что, сегодня в ночную, что ли? Да. Нет, я не болю. Нет. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Девушка, вы куда? Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Блин, как хотят, так и ездят, бабы за рулем. Погоди, а это что такое? Застурело. Интересно. Ну-ка, Женя, останови. Нужно с следователем Глановым поговорить. Пожалуйста. Только с ним лично. Делай раньше, чтобы лезть. Сейчас не получится. Пять минут, пожалуйста. Я успею. Не получится. Я у Гланов. Если хотите, садитесь. Только предупреждаю, уезу далеко. Спасибо. С той стороны. Извините. А он нормальный человек. Понимаете, нормальный, совсем не сумасшедший. Это я вам говорю. Поверьте, он просто хороший, честный мент. Понимаете? Его поэтому и убрали, что честный. Вот что, по-вашему, это в порядке вещей, чтобы нормальный, совершенно здоровый человек в психбольнице лежал. Дайте поближе к фактам, хорошо? Хорошо, пожалуйста. Фактов сколько угодно. Майор Камышин, он в Симоненко работал. А Симоненко, понимаете, у нас в городе все, что хотел, то и творил. У него даже прозвище сам. Сам сказал, сам велел, сам договорился. Вот, понимаете, все знали, что в милиции беспредел. Вот Камышин сфуприковали дело из ничего, взятку подсунули, чтобы не мешал. И засудили. Пять лет в колонии. Как только отсидел, вышел, попытался прошлое ворошить. И сразу же ему диагноз и в больницу, понимаете? А я не могу смотреть, как он там среди сумасшедших алкашей мучается. Ведь это такая несправедливость, вы понимаете? А вы ему кто? Я медсестра в отделении Пашина Зинаида. Послушайте, а давайте сейчас прямо в больницу вернемся? Прямо сейчас. И он вам сейчас сам все расскажет. Давайте. Значит так, Пашина Зинаида, рассказывать можно что угодно. Пусть ваш майор напишет подробно, обстоятельно и с этим камнем Москву. Да вы что, шутите, что ли? Кто же его в Москву-то к вам пустит, а? Ты к вам как до луны фиг доберешься. Вы чего? Будешь, смогли. Значит, еще раз придется. Ладно, тогда визитку дайте. И напишите, пропустите Пашину Зинаиду. Договорились. Договорились. Пишу. Пропустить. Женя, тормозни. Человека надо выпустить. Пишу. Спасибо большое. Пишу. 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 Давай. Садись. И пиши. Давай конкретно, чтобы этот Угланов всё чётко понял. В конце число и подпись. Наполеон, император Франции. Балбес. От этой бумаги твоё будущее зависит. Давай, пиши. Запру тебя для верности, чтобы никто не мешал. С протоколом обыска. Ознакомьтесь. И подпись. На каждой странице. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Спасибо, а что ты, видишь, солнца-то нет, чтоб чего пройгал. Пойдем. Написал? Молодец. Я завтра в Москву. Зина, ты заезжала? Да. Как ты просила. Видела младшего твоего. Вырос, вытянулся. Коска такая теплая, красивая. Хороший мальчик, видно. Ольгу твою видела, ну, издалека. Не волнуйся, у нее все в порядке. И муж ее видел? Ну и как он не вырос? Все такой же. Тоже хороший, умный, красивый. Андрей, я прорвусь к Угланову, я тебе обещаю. Ты отсюда выйдешь и… и вернешься к Ольге. Зина, ну подожди. Зина, я очень тебе благодарен за все, что ты для меня делаешь. Да. Правда? Правда? Правда. То-то же. Чтобы весь снег был убран к утру. Андрей, ты свок отсидел, но так ничего я не понял. Хоть журналистку нашел. Не в свое дело полезли. Копать начал. И я вижу только два варианта. Выбирай. Первый. Случится с этой журналисткой, Камулиной, Майей Николаевной, несчастный случай. Вариант второй. Ты идешь к психиатру, жалуешься. Он заболел. Ложишься в дурку, тебе ставят диагноз, и с этим диагнозом ты уже не копатель. Все. Ты ведь пойми, я эти два варианта предлагаю только потому, что ты когда-то был моим заместителем. И другом. Пшумом. Ты пойми, что я тебе не враг. И не по своей воле я тебя на зону загнал. В этом городе есть люди, даже не люди, один человек, который как скажет, так и будет. Так что в утре сопли принимай решение. Пшумом. 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 Митя, нет, тебе нельзя. Уходи. А как же телевизор? Антенну кто-то должен держать? На, вот тебе, подарок от меня. А теперь уходи. Уходи. Андрей Стефанович, а вы как здесь? Переночевать пустишь? Сходите. Имею в виду, Николай Иванович. Из больницы я сбежал. Документов нет, ничего нет. Только неприятности. Нашел, чем пугать. А у меня жена как раз к сестре уехала. Только завтра вернется. Давайте ко мне, заходите. А после вас такая чехарда на вашем месте началась. Четверо замов сменилось. Нет, нет, пятеро. Нет, четыре. Кто вверх ушел, кто вниз, кто вбок. А сейчас вообще пусто. Я грешным делом стал подумывать назад, в участковые вернутся. На землю? И что же? Я тоже, понимаешь, положительной динамики раскрытия уже нет. И без нее по 650 приказу задолвают показатель нулевой. Силкина помните участкового? Да. Так он что придумал? Недавних покойников задним числом по хулиганке оформлял. Стыдоба. Из Москвы понаехали, шуму подняли. А сейчас что будет, не знаю. Симоненко ведь не просто сняли. Его судить будут. Понятно. Андрей Степанович, а вы-то сбежали? И как же теперь? Симоненко хочу встретиться. Пока не поздно. Есть у меня несколько вопросов к нему. Жена? Сидите. Говорила у сестры. Кирина, что это? Кхе-кхе. Ниночка, а я думал ты завтра. А у нас тут картошечка. Знакомься, Ниночка. Это мой товарищ. Товарищ. Я пойду. Да что вы, сидите. Сейчас ужинать будем. Я на минутку переговорю. Привет. Ольга Витминовна! Не волнуйтесь. Ничего страшного! Ну, Камышин, кажется, убежал. Да как убежал? Яков Константинович, зачем? Может, он, как все, не тяжелый, просто так, ну, в самоволку в магазин, или, я не знаю, ну, просто воздухом за забором подышать? Да наверняка вернулся уже. Это, боюсь, не наш случай. Я только что был на отделении. Дюрдный драч акцию ставил. Похоже, это побег. АПЛОДИСМЕНТЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, здравствуй, Василий Петрович. Идиот. Последние мозги в дурдоме потерял. Самое время раскрыть тебе все карты. Вот иду. Кто убег меня в психушку? И почему? Я не знаю. Врёшь! Ты весь расклад знаешь, как никто другой. Понял? Кто приказал? Ну! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Оля. Господи. Андрей, ты? Мне звонили из больницы, сказали, что ты сбежала. Да? Просили стукнуть, когда уйдешь. Да ну что ты? Нет, я испугалась, я правда испугалась. Андрей, я могу чем-нибудь тебе помочь? Оля, я хотел поведать детей. Андрей. Андрей, я прошу тебя. Я очень тебя прошу. Пожалуйста. Извини, Андрей. Оля. Андрей, у Борьки Руслановны сейчас наконец-то все хорошо. У них есть отец. Да, прости, новый отец. Другой отец. Но они привыкли к нему. Он им даже уже нравится. У них сейчас полноценная семья. Я живу наконец-то спокойно. Дети тоже. Я прошу тебя не трогать детей, Андрей. Я тебя очень прошу, пожалуйста. Я не знаю, у тебя есть ли, тебе нужны деньги. Как у тебя все просто получается. От сыновей я не откажусь. И пусть этот твой даже не надеется. А вот я нашла. Ой. Хорошо. Сейчас. Так. Что? Поехали! Гротреб Türk Молодой человек! Только была извращена попытка кражи! Спокойно! Свидетели, обратите внимание! Вы, девушку и мы тоже! Вам хорошо видно? Тут сволочь. А главное, что тут толкает и толкает? Тихо, тихо, тихо. Не трогайте его. Что-нибудь там передайте водителю. Пусть остановит. Не по карману шарик. Спокойно. Ну и куда его теперь? В ментовку, так там до ночи зависишь. Протоколы, шмотоколы. Слышь, дед, может тебе вторец дать, а? Да вообще невозможно стало ездить. Я вот сумки вот так вот двумя руками к себе прижимаю. Тут отделение за углом. Пойдемте. За углом. Слышь, мужик, времени мало. Давай бумажник и дело с концом. А, вот потому-то у нас преступность в стране и растет. Его что, теперь отпускать? Ну а что с ним делать? Ну, в общем так. Профилактика правонарушений важный элемент. В борьбе с криминалом. Спасибо всем. Извините. Давненько я так не удивлялся. У вас же полный комплект был. И терпила, и свидетель, и вся мать на руках. Баранников Матвей Михайлович. Кличка, если мне не изменяет память, Баран. Вы, Баранников, сколько помню, домушником были, а не щипачем. Ай-яй-яй-яй, то-то я гляжу, выражение лица знакомых. Так я вас знаю. Сейчас хожу. Камышин. Молодой человек! Мы с вами как счастливые родственники. Вы отец ребенка. Я натуральный дедушка. Ну, что, ждем родственников завещали? Ничего, родитель назовет сыном, в вашу честь. Опера. Только если вы действительно тот самый, Камышин, то я слышал, что вы в наших доблестных органах больше не работаете. Правильно слышали. Тогда зачем же меня на кармане-то брали? Привычки. Автомат сработал. Кому рассказать не поверят. Вам лично могу сейчас признаться. И я на автомате. Но стоит лох, карман растопырил, лопатником сверху. Ибо ведь рука автоматически сама пошла. Я бы сказал, у вас какие-то неприятности. Я не прав. И еще я бы сказал, что вы сегодня весь недели. Что-то вроде того. И ночевать вам есть где. Мой дом, моя крепость. Коечка одна. Не имеется раскладушечка. Но зато здесь вас никто никогда искать не будет. Прошу. Майя, поняла? Ты в это дело больше не суйся. Спросят, что знаешь, отвечаешь ничего. Включаешь блондинку. Попросят бумаги, видео. Покажешь, что осталось. Фамилию Симоненко. Забудь вообще. И никаких расследований, и копаний. Ясно? Андрей, ты же не серьезно? Ты не пойдешь сдаваться в психушку. Так, вот деньги. Тебе лучше уехать. В Москву. Там и с работой полегче будет. Да никуда я не поеду. Я только вышла на таксиста, который сунул тебе взятку. Забудь! Даже не думай, поняла? Ты теперь пишешь только про новости культуры, а еще лучше о погоде. Так надо. И главное, пообещай, что ты даже близко не подойдешь к больнице. Слышишь? Тихо, 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 тихо. Чего ты кричишь-то? Успокойся. Кошмары. Кошмары. Бандитов ловил? Да нет. Все нормально. Валерьян кидать? Не надо. Все равно уже не засну. Подними мое слово. Возьмут тебя обратно. И будешь опять в милиции. Чего-то тоже не спится. Ласточку свою завтра забираю. Какую, Ласточку? Машина у меня в ремонте. То, что я в автобусе оказался, это чистое совпадение. Я с частным извозом теперь промышляю. Да ну. Ну да. Тут Ласточка вот захворала на пару дней. Знаю я, что тебе надо. Нет, нет, не буду. Да не то. Это будешь. Побалуемся? На интерес. Как чур я Бразилия. А ты что хочешь. Хочешь Англия, хочешь что. Выбирай. На кой она мне. Пусть будет Россия. Как хочешь. Только учти, Андрюша, Россия у Бразилии выигрывает раз в сто лет. Причем во сне. Обнуляем. Да. Ну смотри, проиграешь, будешь у меня на столе бразильскую самбу танцевать. Да ты что, даже не мечтай. Я же чемпион мира. Ну в смысле на зоне был. Так что, соображай с кем связался. Свисток. Так, давай. Опа. Хорошо. Так. Есть. Опа. Великая Европа. 2-0. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Тихо, тихо. Тихо. Опа. Опа. Это я. Эй. Тихо. Это. Тихо. 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 Ты откуда-то, откуда знаю? Шур. Чего? Фамилию я не помню, а девушка точно была. Только она как съехала, ни разу не возвращалась, даже за вещами. За вещами? Да. А эти вещи, они у вас? У нас. Кажется, что-то осталось. А я могу их забрать? Пойду посмотрю. Так, погоди. Погоди, я сказал. Ты кто такой? Муж? Если муж, отдадим. Только паспорт покажи. Ладно. Спасибо. Я как-нибудь в другой раз зайду. Извините. Эй, мужик! Не, ну ты видала, а? Как только про паспорт услышал, тут же, как ветром сдуло. Мам, пойдём! Мам, пойдём! Положи, мы идём артистов! Мам! Я пись! Папа! Сейчас не начнём. Не, тоже уже в голове. Скорее бы уже! Сейчас, один раз. Да, тихо. Филипп, когда будет готов? Ну, там буквально два-три дня, потому что до сих пор, потому что до сих пор. Девушка, здравствуйте. Мне бы Маю Каморину найти. Кого? Маю Каморину. А, Каморину. Так она давно здесь не работает. Уволилась. Да? А где теперь? Я без понятия. Может, на радио или в газете? Да я не знаю, где. Эй, гражданин! Гражданин, где ваш пропуск? Ваш пропуск. Смотри, вот здесь вот на стройке открываешь, и вот это вот здесь находится, понимаешь? Вот, да, вот тут вот. Опа! Молодой человек! Далеко собрались? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Похоже, добегался. Взяли его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Что ж ты натворил, а? Ты мне хоть слово бы сказал, я б тебя отговорила Давай, сметанку бери Ой, я же в Москву ездила, все у Гланного отдала, прям в руки А если они из Москвы сведения запросят? А ты сбежал, что тогда? Да вряд ли. Все это показуха для телевизора. Шума, крику. Приехали из Москвы, меры приняли, а теперь вон отчитались уже и конец. Ой, слушай, ты помнишь, я тебе про одну женщину рассказывала? То ли там что-то с братом случилось и дело закрыли. Я обещала ей, если к Угану попаду, то расскажу про него. Фамилия Мельешин. Петр Мельешин. И что? Да забыла. Представляешь, забыла. И в машине забыла, и в Москве забыла. Как я могла? Она так меня просила. А твои где? Не бойся, мои скоро не вернутся. Мама с Валюшкой на какой-то детский спектакль пошли кукольный. Про каких-то там зайцев. А ты где живешь, где ночуешь? У одного человека. У мужского пола. Слушай, может, мы еще раз в Москву съездить, а? Ну, плюнь. Кому я нужен? Ты кого дождешь? Нет. Майорану ищу. Открывай. Если вдруг меня ищут, то ты ничего не знаешь. Поняла? Ничего. Обыскивать не имеют права. Андрей, а если… Кто там? Откройте полицию. Здравствуйте. Пашина Зинаида Дмитриевна? Да. Нам бы Камышина Андрея Степановича увидите. Вы не в курсе, где он сейчас проживает? По месту регистрации его нет. Я не знаю. Откуда я знаю? Я вообще даже не догадываюсь, где он сейчас. Даже не догадываюсь. И не появлялся. И не звонил. А с чего это он должен мне звонить? С какой стати он должен мне звонить? С какой стати? Понятно. Просьба к вам. Если он вдруг случайно вам позвонит… Совершенно случайно. Вот именно. Вы тогда сообщите, где он в настоящий момент находится. Я вам телефон оставлю. Подождите секундочку. А вы вообще откуда, а? Ну-ка дайте-ка мне еще раз ваше удостоверение. Андрей. Андрей, это от Угланова. Андрей, там какая-то машина за нами черная. Прям как приклеилась. Где? Думаешь, хвост? Если за каждым психом следить, хвостов не хватит. Ну, притопи. Проверим. Ну, вот. Отстала. Там в термосе кофе. И бутерброды бери. Да. Давно я в Москве не был. Вот увидишь, все будет хорошо. Я всегда вот доверил. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так. И что теперь? Ну, по-моему, ясно, что обвинение на вас было сфабриковано. Дело будет пересмотрено. Приговор отменен. В связи с вновь открывшимися обстоятельствами. А три года, что я на зоне провел, и больше года в психушке тоже отменяются. Вы же юрист. Андрей Степанович, сами все прекрасно знаете. Вы имеете право на реабилитацию. Вы имеете право на восстановление прежней должности. Кстати, аналогам. Советую вам, соглашайтесь. Бытовые вопросы и прочие мы решим. Единственное, что вам придется пройти переаттестацию. Вы же ведь в полиции фактически не служили. Заместитель начальника УВД с моим диагнозом не странноватый. Но я рискну предположить, что диагноз ваш будет отменен. Цитацию в городе контролирует министр. Так что отключайтесь. Согласен. Камышин Андрей Степанович. Сообщаю результаты служебной переаттестации. Вы рекомендованы для дальнейшего прохождения службы на должности заместительного начальника полиции УВД города Тишинска. Ура! Салют! В честь тебя! Зин! Ура! 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 В честь майора полиции Кабышна, ты Степановича! Держи. Давай, открывай. Так. Давай. Так. Оп! За тебя! За нас! Камыш, мы добились! Мы их всех сделали! Давай! Зин, я хотел сказать… Спасибо тебе за все, что ты для меня сделал. И я… я очень тебе благодарен. Андрюха… Андрюха, ты знаешь… Ты знаешь, а я с мамой почти что договорилась… О чем? Как о чем? Как о чем? Ну, чтоб ты у нас жил. Зин… Спасибо. Конечно. А мне комнату в общежитии дали. Ну… Ну, тогда за будущее. Давай. А. прир Táper Дрова. Ильё. Чайник. Все-то этот номер на двоих. Сказано, вам никого не подселять. С печкой поаккуратнее. За дровами обращайтесь ко мне. Если что, я дам. А вещи-то ваши где? А? Что? А? Да вот. Больше пока не нажил. Разведённый, что ли? А? Ну ладно, ладно, ничего. Если что, по хозяйству обращайтесь. Ну ладно, устраивайтесь. Поехали. 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 Быстрее, что-то черепаха. Спасибо тебе, манер. Я это, ну я что, не понимаю, что если бы не ты, кто бы и разбираться-то стал? Да никто. Я, главное, сразу же сказал, что не виноват, и я его пальцем не трогал. А тут такое... Да успокоились вы, Сердюк, все нормально. Подозрения из вас сняли, ограбления вы не совершали, тот же факт установлен. Так что идите и спокойно работайте. Ну вот, да, я, ну да. Как и гора с плеч. Ну, это, мэр Льюб, простые. Жена пирожки напекла с утра. Отнеси, говорит, в смысле, чайку попьете там, спасибо еще раз. Нет, зачем, не надо. Ну я-то здесь при чем? Жена сказала, отнеси, с капустой. Ох, вкусные они у нее. Управление собственной безопасности, майор Николаев. Камышин Андрей Степанович. Ну да. Вы задержаны по подозрению в получении взятки. Предлагаю вам выдать незаконно полученные денежные средства. Да вы что, сдурели? Ничего у меня нет и быть не может. Поясните нам, что находится в этом свертке. Это пирожки. Посмотрите. Посмотрим. Понятые, подойдите поближе. Этого, этого не может быть. Да? Вот так-то майор. А ты как думал? Андрей! Андрей! Зин, ты что себе делаешь-то? Нарочное наблюдение? Именно. Камышин. Зин. Какой ты в форме, а? Ну, перестань. Ну, какой? Какой? Так, не смотри на часы. Когда женщина рядом, успеешь ты на свою работу. Сейчас ты должен сказать, Зина, я тебя люблю. Зина, я тебя люблю. Без выражения сказал. Как будто я с тебя клещами должна тащить. Ладно, ладно, теперь поцелуй меня. Зина. У меня, глядывай все по странам. Американских шпионов здесь нет. Камышин, давай, целуй. Ну. Ладно. Ладно, целуйся, ты лучше, чем врешь. Теперь давай, я тебя с ветерком подвезу. Давай, товарищ майор, пока ты не опоздал, в свой первый рабочий день. Я эту картинку себе целый год рисовала. Зина, погоди. Помнишь, тебя женщина просила Угланову про брата своего рассказать? Как его фамилия? Слушай, какой ты молодец, что вспомнил. Ты теперь можешь про него разузнать, да? Могу. Давай фамилию. Да. Слушай, Камышин, я забыла. Че теперь делать? Поехали. А, черт. Поехали. Могу. Поехали. Поехали. Как мальчик? Шансы есть? Обязательно. Он не тяжелый, но шок у родителей еще больше. Вот так. Раньше по воробьям это нечего делать, гуляли. А теперь в детей. А откуда выстрел? Можете определить? Предварительно из этого дома, но, точнее, говорить пока рано. Да вот с того чатака стреляли. Не видела, но слышала. Хорошо, спасибо. Николай Иванович, поговори с участковым. Кто у нас тут на земле? Андрей Степанович, по квартире начнем? А как же. И побыстрее. На земле тут Калугин. Ничего, толковой мужик. Провентилируем, что здесь и как разберемся. О, летяг приехал. Олег, так давай-ка по этому дому пройтись. А я туда. Ну, начальству респект. Прошу прощения. Патриот собака заглох. Вечно он, когда не надо. Тогда вам персонально. Поднимите данные за последние два-три года. Хулиганство с пневматикой. Наверняка были случаи. Уже? Что уже? Уже данные поднял. Ну, они у меня здесь, на жестком диске. Было два случая. Один из них в этом дворе. Стреляли в кота бездомного полтора года назад. Ну, кот терпил и удобный, заяву не напишет. Думаю, ствол один и тот же. И, кстати, Аболенцева с конторей искал. Тихон! Портфель принеси! Месяц назад ставили. Включился турбо-холод. И все. Завис. Ну, да. Летом он, наверное, турбо-теплом работает. Года три назад здесь еще вот печка стояла. Я бы сейчас дровишек в нее посмотрел, кто кого. Так нет же. Разобрали печь. Ну, Андрей Степанович, если честно, очень рассчитываю на вас. Как на человека умного, знающего, с опытом. Ну, и сейчас сами понимаете, как под микроскопом находимся. В городе вскрытое серьезное злоупотребление. Кто-то, не исключаю, пойдет под суд. Присмотритесь к людям. Составьте собственное мнение. Кто чего стоит. Ну, кто чего стоит, не знаю. А вот тачки, обратил внимание, у работников УВД. Круто ли? На нашей стоянке сплошная Япония да Германия. Что ж этого точно подметили? Впрочем, у меня тоже не Волга, который, как известно, издалека и очень долго. Ну, я считаю так. Главный критерий – профессионализм. А остальное – вторичное. Вот зараза, а? Вы позволите я? Ну-ка. Поразительно. Там была кнопка. Могу я вам задать один вопрос? Конечно. Ну, чтобы утрясти, так сказать. Чем могу? Меня интересует дело Симоненко. Кто им занимается? Вот это, Андрей Степанович, вас интересовать не должно. Ну, я понимаю, лишний счет и так далее, но… Дело Симоненко находится на особым контроле Следственного комитета. Так что, прошу вас, Андрей Степанович, не надо личной инициативы. Я понял. Спасибо за информацию. А в остальном, в добрый путь. Спасибо. Думаю, сработаемся. Спасибо. Давай. Иди сзади. Ну? Да. Андрей Степанович, вы к нам не зайдете? На минутку. Красиво. Что празднуем? О, как что? Ваше возвращение на новое старое место. Вот от нас поляна или полянка. От всей души, Андрей Степанович. Мы ведь не то, чтобы пьянка там или что. Чисто символически познакомиться. Да выпьем за ваше здоровье и все, и разбежались. Да помолчи ты. Ну, не обижайте. Ребята старались. Андрей Степанович. М? О, кого я вижу? Начальник. А я жду, все. Получил человек должность и старый баран персона нон-грата. Прошу. Здорово. Здорово. Вещички твои в сохранности. Теперь над этой шконкой можно мемориальную доску повесить и написать. Где в две тысячи таком-то году скрывался сбежавший из психушки майор полиции Камышин. Совершенно. Ну, теперь мы с тобой, как я понимаю, обратно незнакомы, да? Ну, это уже от тебя зависит. Если ты и правда завязал, это одно. А если нет, тогда не обессудь. Да в завязке я, ну, папой-мамой клянусь, ну, не вспоминай ты, ну, сколько мне самому стыдно. Может, борща. Я такой борщ сварил. И по стопочке за красивый поворот в твоей судьбе, а? Спасибо, не могу. В другой раз. Понимаю, за подло с бывшим вором за одним столом сидеть. Матвей Михайлович, не гони пургу. Женщина меня ждет вон там, внизу. Вижу. Красивая. Красивая. Где меня искать, знаешь, будет время, всегда рад. Но с одним условием. С каким? Стукач из меня не получится. Никогда. Задумаешь прийти, отключи мента и приходи. И будешь ты мне самой дорогой гостью. Пока. Пока. Вспомнила. Милешина его фамилия. Петр или Павел, но точно Милешин. Ну, брат той женщины, которая к углану пыталась пробраться. И еще она сказала, что он в какой-то школе тогда работал. Разрешите? Давай. Просили справочку составить. Значит, Милешин Петр Игоревич, семидесятого года рождения. Образование, высшее место работы, учитель. Гимназия номер два. Вот это вот на Красноармейской, самая блатная школа во всем городе. Ну, знаю, знаю. Вот, значит, убит в две тысячи девятом, четвертого апреля. Вечером прямо по месту жительства в подъезде в дом. Стукнули по голове предположительно тупым предметом. Забрали бумажник, мобильный телефон. В общем, раскрыть про горячий мне удалось. Комитетские свидетаки этим занимались. Все. Хорошо. Версий было две. Либо разбой, отказался скинуть деньги его и замочили. Ну, мало ли отморозков. Либо версия номер два по линии школы. Ученики отблагодарили. Правда, эту версию сразу же закрыли. Вот. И да, да. Забыл сказать, за полгода до этого его из гимназии турнули. Сначала уволили, потом убили обыкновенного учителя. Не странно? Согласен, странно. Но жизнь такая. Легче сейчас убить, чем чихнуть. То есть, зачем вот это нам бесято? У Милюшиной сестра есть. Где-то здесь живет. Пробей телефон. Сумеешь по-быстрому. Хорошо. Кто там? Здравствуйте. Я к вам не так давно за вещами заходил. Майка Морина оставила. Мы здесь жили. Шур. Опять мужчина за вещами пришел. Отдаем? Вот ты, мужик настырный. Может, тебя в милицию сдали. Тебе же сказали. Сперва документы. А потом уже. А, ну, тогда… Оксана, ну, принеси. Что там от нее осталось-то? Что вы раньше-то не сказали? Проходите. Ну, что ты там? Это все? Все. Да. Ой. Вот еще. Я в общих чертах в курсе. Дело приостановлено. Убийца вашего брата не найден. Но, может быть, у вас есть какие-то новые факты? А новые? Нет, новых нет. У нас с Петей большая разница была. Почти семнадцать лет. Он мне и брат, и сын. Даже не знаю, кто больше. Вы поймите, я им всем говорила. И следователю, и другим. А они про бумажник. Про телефон мобильный. Ну, какой мобильный? Он у Пети Грошовой был. И денег никогда не водилось. Одна мелочь бренчала. Из-за девушки его убили. Понимаете? Из-за девушки. А почему вы так думаете? А тут и думать нечего. Как она в гимназию пришла, он сразу переменился, не узнать. Уже возраст оттуда же, как мальчишка, очумел. Ну, с ума по ней сходил. Он из-за нее с работы уволился. Какие-то там прогулы ему приписали. А потом звонили ему. Угрожали. Я слышала, а он только смеялся. Любовь, как в книжках. И убили. А я в милиции рассказываю, они не слушают. Ну, как стена каменная. Не хотят. Насколько я правильно понял, она школьница была. Имя, фамилия. Хоть что-нибудь знаете? Нет. Не видела я ее ни разу. А имя... Имя такое странное было, необычное. То ли Лика, то ли Ника. Лика Ника? Лика. Я ведь одна. Мне ничего не надо в этой жизни. Понимаете? Только чтоб убийцу нашли и наказали. И все. И больше ничего. Нашли и наказали. Так. Продолжение следует... 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 Слушайте, это, это очень неприятная история. Я думал, что милиция уже давно закрыла это дело. Милиция закрыла, полиция откроет. Ага, тогда, тогда вот так. Я ничего вам не говорил. Хорошо? То есть, абсолютно ничего. Обещаете? Вам можно верить? Обещаю. А что именно вы мне не говорили? Ну, разумеется, он, он не должен был с ней встречаться. Его предупреждали. А потом вообще с работы уволили под каким-то липовым предлогом. Но вы ошибаетесь. Это не школьница была. Учительница. Она тогда пришла к нам на работу. Никого не брали, понимаете? А ее взяли. И зовут ее Вика. Виктория. Фамилия Симоненко. Кто я, отец? Надеюсь, вам не надо объяснять. Органы, значит, вернулся. Как видишь. Поговорить надо. Туда пойдем. Я тебе сейчас бумажку дам и ручку. Напишешь имя и фамилию. Сдашь своего хозяина, которому ты, как сволочь трусливая, все эти годы служил. И ради которого меня сначала на зону, а потом в психушку спровадил. Что у тебя? Диктофон? М? Мобильный телефон? Погрей. Хочешь, чтобы я тебе хозяином стал? А ты мне что? Спрячешь меня? В новую квартиру перевезешь? В Москву? Охрану дашь? Документы новые? А как насчет программы защиты свидетелей? Ну, программу не обещаю. А вот сделку со следствием можно. Еще не поздно. Пока. Блефуешь ты, Андрей. Ты хороший опер, но у тебя ничего нет. Дупель. Пусто-пусто. Ну, если что, из старого помнишь. Ну, так, мелочь. Хантифлюшки. Попробуй докажи. Да нет, не такие уж и мелочи. А учителя Милешина помнишь? Помнишь. Вижу, помнишь. А убили его за то, что он с твоей дочерью роман закрутил. Непонятливый был дурачок. Упрямый. Не захотел в сторонку отойти. А сейчас она, Вика твоя, замужем за кем? Интересно. Работает там же, в гимназии. Мам, я есть хочу. Мам, я есть хочу. Ешь. Совсем стыд потеряла. В твои годы мужику навязываться, за портками гоняться. Ладно, ты как хочешь, мы ужинаем. Хочешь ко мне это убийство привязать? Ты совсем умом рехнулся в этой психушке? Ты что, поверил, что я стоял в подъезде и поджидал его с Кисенем, этого Милешина? Да нет, конечно. Нет. Нет. Он таких вещей сам не делает. Для этого исполнителей нанимают. А где исполнителей, там следы. Он тебя посадил. Да врёшь ты всего. Нет никакого алмаза. Если хочешь его искать, ищи. Только ты рядом с ним. Так, мелочь. Муха. Не больше. Если что, он сам тебя найдёт. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну, надо же. Ну, надо же. Ну, надо же. Не более нужна была. Ну, надо же. 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 Здрасте, Свет. А Зинаиду можете позвать? Да. Да. Митя. Митя, привет. Ты как? Так, нормально? Кубик-то цел, не потерял? Ты погоди. Ты погоди, ладно? Нет. Нет, поговорить надо. Какие люди? Ну, нет, нет. Ну, 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 нет. Мужчины-то были. Ну, нет. Ну, так, загадки тут нет. Собаку жалко. Собаку жалко. Николай Иванович, слушай, а что ты про Алмаза думаешь? Помнишь такого? В смысле? Что это вы про него вдруг спросили? Да так. Мысли твои интересуют. Ты ведь был тогда в гуще событий? Алмаз был? Ну, и спросили. Помню шушуканье в спину, что мы его поймать не можем. А я думаю, что Алмаза сами авторитеты выдумали. Для отвода глаз. Удобно очень. А потом, когда передел в городе закончился, Алмаз исчез. Поговорили, поговорили о нем, да и забыли. Больше нигде это имя не светилось. Выдумка чистой воды эта. А как же Громов? С бабушкой чуть не случился ее фарт, потому что двухлетний малыш целый день ходил за ней и повторял, молись и кайся, молись и кайся. И только вечером, когда приехали родители, стало понятно, что малыш просил поставить ему мультик «Малыш и Карлсон». Наш клиент. Ну что, злодея нашего скоро брать будем? Сейчас вот докурю и можем ехать. Ты один или с пацанами? Если один, боюсь, не справишься. Да ладно. Все уже знают, что блатные фуфло прогнали. Нет никакого алмаза. Вот это ему и нужно, чтобы вы так думали. Хитро. Он, пожалуй, был последним, кто до конца верил в мифического алмаза, хотя все уже не верили. Ну а потом, после его смерти, дело об алмазе было закрыто, так что… Веришь, что Громова машина случайно сбила? А почему? А почему нет? Зима, гололед, праздник. Выпивший бал. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуй. Здравствуй. Ты в общежитии теперь живешь? Ну да, как видишь. Тебе что-нибудь нужно от меня? Нет. Хотя… Да. Ну, во-первых, я хочу тебя поздравить. Я рада, что у тебя все наладилось. Перейдем сразу, во-вторых. Хорошо. Мы с Кругловым хотели сказать, можно разменять квартиру. Ты имеешь полное право. Спасибо тебе, с Кругловым. Пока обойдусь. Добрый вечер. И потом мне обещали однокомнатную. Это все? Нет. Снова пельмени ешь? Ем. Ем. Андрей, ты ведь не будешь мстить Круглову. Пообещай, что не будешь. Это он тебя послал? Глупость, Андрей. Я… Я понимаю, что ты сейчас таким образом можешь меня наказать. Ты снова замначальника УВД, у Круглого бизнес-кафе. Ты, в конце концов, можешь его просто уничтожить. Оля… Андрей, я… Я точно с ума сошла тогда. Ты в тюрьме. Дети. Денег нет. Работы нет. А Круглов меня просто спас. Это все. И ничто тебе пельмени. Нельзя тебе. У тебя язва. Уже поздно. Тебя проводить? Не надо. Я за рулем. Сегодня на улице Васильевская произошло чрезвычайное происшествие. Мать с двумя детьми вышла на крышу дома, собираясь покончить с жизнью, если ее требования не будут выполнены. По предварительным сведениям, полученным только что, женщина, которая решилась на столь отчаянный поступок, Ольга Камышина, жена майора милиции Андрея Камышина, занимавшего должность заместителя начальника УВД города и в настоящий момент осужденного на пять лет за взятку. Ольга Камышина требует немедленно пересмотреть дело мужа. С ней два несовершеннолетних сына Руслан и Борис Камышина. Майя Каморина. Специально для программы новостей. Город Тишинцев. ТИНОС. ТЕЛЕ4 ТЕЛЕ4 Здрасьте. Здрасьте. Вот это, снова я. Это вам. Возьмите. Вы уже второй раз приносите коробку полной еды. Ну, что я должна думать? Вы друг моего мужа? Нет, не совсем. Но все равно возьмите. Вам же детей нужно кормить? Нужно. А у меня кафе, я все равно продукты покупаю. Да ну что? Нет, я так не могу. Ну, что же делать? Здравствуйте. А знаете что, хорошо, давайте знакомиться. Валентин Круглов. Человек. У меня, кстати, даже виситка есть. Вот. Позвоните по телефону. Если что-то понадобится, всегда звоните, без стеснений. Я прошу вас, возьмите. Я вас умоляю. Ну, возьмите. Постойте. Спасибо. Спасибо вам. Андрей Степанович, мне каждый день звонит сын Симоненко, надоедает и спрашивает, когда похороны. Борщ, пожалуйста. Лично я даю разрешение. Вы как? Против. Вот получим результат экспертизы, пожалуйста. Да что они там напишут в этой экспертизе? Самоубийство есть, самоубийство. Хоть у нас в Кишинске, хоть в Африке у Зулусов. Тевтельки, пожалуйста. Что у вас конкретно не устраивает? Конкретно все меня не устраивает. Ну, не верю я. Понимаете? Станиславский. Спасибо. Как мне к нему попасть? Пожалуйста, объясните мне. Берите свое терпение, а женщина не будет. Ну, сводку дай. В чем дело? Да вот, товарищ майор, объясняю. Женщина к Юргенсу пришла, а его нету. Ну, он мне сказал, что он сегодня будет. Только когда? Да, женщина, да вы понимаете, Юргенс на задании. Когда вернется, неизвестно. Вы присядьте вон, подождите. Хорошо. Присяду. Ну, если вы заявление принесли, можем принять. Да нет, что вы, спасибо, я подожду. Вот. Сам лично дал. Юргенс Виктор Петрович. Капитан. Ну, пойдемте со мной. Разберемся. Вы по какому вопросу? Так это, он же знает. Дочку мою обидели. Как обидели? Вы присаживайтесь. Снасильничали. Вот беда-то, а. Мы заявление принесли, а у нас не приняли. Дескать, сама, мол, виновата. Отказали нам. Мол, девки нынче такие пошли. Сначала хочет, а потом еще недовольные. Ничего она не хотела, понимаете? Не такая она. Мариночка у меня, она, девочка скромная. Юбку выше колен ни за что не уговоришь одеть. Кто? Кто заявление не принял? Юргенс? Да что вы, Юргенс. Он как раз таки по-человечески со мной. Человек такой, знаете, хороший. Выслушал меня. Все записал. И еще сказал, что будут искать преступников. Федяева Марина Евгеньевна. Вы понимаете, мы же ничего. Мы же только по правде, по справедливости хочем, чтобы нашли этого гада. Мариночка, доченька, ну, выйди, пожалуйста. Ну, не стесняйся ты. Ничего тут стыдного нет, Марин. Марина, меня зовут майор Камышин Андрей Степанович. Я хочу кое-что уточнить. Пятого мая вы с подругой пошли в кино. Но подруге Фим не понравился, и она ушла из кинотеатра. Так? Да. Марин, Марин, ты скажи, кто подруга-то? Скажи. Это Люся Бессонова, одноклассница. И она вам все-все расскажет. Да что расскажет, если она ничего не видела? Дождите, дождите, дождите. Возвращались домой после сеанса. Вас догнали двое неизвестных и... Начали приставать? Ножом начали угрожать, кобели проклятые. Мамаша, да вы уже все рассказали. Теперь пусть потерпевшая сама уточнит картину. Скажите, а окно в ванную есть? Я заходу. Марина, вам угрожали ножом? Да. А вы как-то сопротивлялись? Как именно? Кричали? Звали на помощь? Нет, плакала. Испугалась она. А потом вас затащили в подъезд отселенного дома по улице Энгельса, где все и произошло. А половой акт один из них совершил или оба? Нет, нет, нет. Один. А потом убежали. Сволочи. Только сначала пристращали как следует. Говорит, если ты, мол, рот откроешь, то тебе ого-го. Марина, а одежда, в которой вы были, сохранилась? Белье? Нет, мама выкинула. Так что ж вы такие бестолковые. Вы ж не платье выбросили, а улику важнейшую. Дома-то вы уже нет, снесли. Медицинского осмотра не было, никаких примет не запомнили, одежды нет. А мы что, волшебники, что ли? Ну, где мы будем этих гадов искать, когда столько времени прошло? Что? Извиняюсь, я не сдержался. Белье точно выбросили? Простите, есть платье. Да, при дочери не хотела. Сберегла на всякий случай. И белье тоже спрятала. А ей сказала, мол, выбросила. Ну, чтоб не расстраивать. Давайте. Другое дело. Принесите все, приобщим официально. Ага, ладно. Ну, я пойду, да? Всего доброго. До свидания. А я ведь ее знаю. Люсю эту. Кого? Подругу. Бессонова Людмила. С моего участка. Родители пьянь, а Люся у них ничего. Пацанка изобразительная была. Найди. Поговори. Вдруг чего-нибудь и выплывет. Найти-то я ее найду. Не бином Ньютона. Да только вряд ли. Андрей Степанович, я честно скажу, да? Витька Юргенс прав. Дохлый номер. Да что ж это вы заладили все, как попки. Дохлый номер, дохлый номер. А кто, кроме нас, будет эти номера поднимать? Бессонова, а ты? Это ж надо. Какие люди. А я смотрю, ты, не ты. Вон какая выросла. Родители живы? Отец помер. Матч держится еще. А вам чего? Есть у тебя подруга. Федяева, Марина. Соображаешь, к чему веду? Изнасилование, преступление серьезное. Тем более, что у Федяевой психологическая травма образовалась. Жизнь девушки искалечили. Да ладно вам тоже мне, принцесса Барби. Ну, трахнули, что с того? Отряхнулась и пошла. Людмила, ты мне этот оголтелый цинизм не разводи. Говори, лучше, что знаешь. Если бы хотела, то найти давно бы нашла. Проще простого. Стоять, Бессонова! Так, с этого момента давай конкретно. Ну, видела она его, этого, который надругался-то. В прошлом году еще. Чуть не померла от страха. И матери ничего не сказала. Так, уже лучше, где видела? Понятия не имею. Делайте Маринке допрос. Пускай она сама и колется. По изнасилованию. Бессонова показала, что Федяева видела этого, как его, обидчика своего. Якобы опознала. Однако потерпевшая эти показания опровергает. А кто врет? Федяева. Но давить я на нее чмагу. Чуть что, сразу в истерику. Нет, мол и нет. Видно, боится или нам не доверяет. Должна поверить, Николай Иванович. Учить не буду. Справишься. А кто мои остальные дела делать будет? Завалили. Не только что у меня. У каждого выше крыши. Людей-то где взять? Правильно, Коля. Реформу они провели. Сокращение. Лучше бы они генералов сокращали, чем на земле экономишь. Извините за эмоцию. Федяева, где работают? В Париквахерской. Начальству, доброе утро. Доброе утро, Виктор. Андрей Степанович, один ноль в мою пользу. Винтовку нашли, где и думал, на чердаке. И ведь ловко спрятал. Теперь пальчики сняли. Не отвертится. Ну, вот и отлично. Все правильно. Печать в отпуске. Сергей Юрьевич. О, здоров. Хотел поговорить. Давай, Андрей Степанович, слушай. Есть человек. Опытный оперативник. Честный, порядочный. Настоящий профессионал. Живет в Москве. Возьмем. Аборин Алексей. Где живет в столице? Скорее, рак на горе свистнет, чем опытный опер из Москвы согласится переехать к нам в Тишинск. Вы что-то не договариваете, Андрей Степанович? Я познакомился с ним на зоне. Несчастный случай. Человека сбил при неосторожности. Не прятался, не отмазывался. Деньги воплачивали до сих пор. Судимость снята. Ну? Что скажете? Андрей Степанович, скажу, что ничего не получится. С такой анкетой кадры разве пропустят? Ну, у нас же не комплект. Людей катастрофически не хватает. Под мою ответственность. Не пожалеете. Я за него, как за себя отвечаю. Не обещаю, но подумаю. Ну, Гулыч, скажите мне, что там у нас по делу Федяевой? Есть результат? Будет. Значит, нет. Свои ошибки надо уметь признавать, Андрей Степанович. Я же сказал, будет. Значит, будет. Здравствуйте, Марина. Мне бы покороче. На ваше усмотрение. Кто он? Имя, фамилия. И это не мне надо, а вам. Чтобы забыть и жить дальше. Я не буду вас стричь. Идите к другому мастеру. Марин, а хотите, все мои опера будут стричься только у вас? Целая куча клиентов. Сплошные офицеры. Я, конечно, глупости говорю. Но это только потому, что я тоже волнуюсь. По правде, никто не верит, что его можно привлечь через столько лет. Нет. Я знаю, что можно. Клянусь. Фамилия? Не знаю я его фамилия. Он из команды хоккейной. В клубе Добрыня. Фотографию его я в газете видела. Тишинский вестник. Здесь кто-то оставил в зале. Смотрю. Он. Третий слева стоит. Улыбается. Камашин, вот здесь следователь жалуется. Затягиваем процесс. Родственники не могут Симоненко похоронить. Шум подняли. И формулировка такая. Мы подобным бесчеловечным способом сводим счеты с бывшим руководителем УВД. Да пусть бы шумели. Основание у нас ноль. Чистый суицид. По вполне понятным причинам. Я бы сам убился, простите. Баллистической экспертизы у нас нет. Ну не верю я, что он вот так вот взял и застрелился сам. Без посторонней помощи. Почерковедческая посмертная была-была. Симоненко сам писал, сам доказано. О, опять родственнички. Ответьте им. Расскажите им про пульку. Не хотите, как хотите. Сколько вы еще тянуть собираетесь, Андрей Степанович? Дня три. Разрешение на похороны даем. Спасибо. А все сомнения свои следует решать с помощью оперативной работы. Не верите, проверяйте, кто мешает. Андрей Степанович, я понимаю, ваше сильное нежелание расставаться с Симоненко. Но ведь никаких оснований у вас нет. Что вы в него вцепились? Да есть основания. Есть. В последнем разговоре Симоненко упомянул Алмаза. Помните такого? Поговаривали, что он новый хозяин города. Прям так и сказал. И где же это вы с ним так задушевно беседовали? Приходил к нему накануне, домой, поговорить. Я же вас просил без личной инициативы. И что он вам про этого Алмаза сказал? Например, что он причастен к тому, что со мной произошло. А этот Фредди Крюгер вас не преследует, случайно? Примерно одного порядка злодеей. Андрей Степанович, вы не хуже меня знаете, что никакого Алмаза не было никогда. Ну, вы же не собираетесь всерьез искать этого фантомаса? Вот что значит отстранили. Был бы при должности, сейчас бы здесь такая толпа нарисовалась. Должны прийти результаты, экспертизы. Если что, придется останавливать похороны. Как останавливать? Тут скандал будет, мама дорогая. А где Немцов? Вон он. С той точки все снимет. Нормально получится. А кто это рядом с дочерью? Муж ее, директор машиностроительного Никипелов. Значит, замужем Виктория Симоненко. А говорили, завода нет уже? Завода нет, а директор-то есть. Там одной аренды знаете сколько? Виктория Симоненко. В каждой комнате ООО сидит. А вот это вот, красотки, знаете? Адвокат? Советник мэра по правовым вопросам. А неформально первый зам. Многие темы решают. Здравствуй, Алексей Иванович. Надо же, и Сизов сдеть. А с каких это пор он с операми за руку здоровается? Так я у него в клубе еще вот таким вот пацаном ушастым начинал. А клуб существует? Да еще как. Теперь Добрыня называется. Целый дворец отстроили. Спортивно-патриотический уклон. Это сейчас актуальный тренд. А он что, друг Симоненко? Ну, наверняка в одном кругу вращались. Сизов глыба. Заслуженный мастер, чемпионом был. Погоди. А с букетом огромным, это же… Агишев. Бизнесмен, владелец группы компании «Глобус». А теперь ни у чего только нет. Риелторская контора и фонд благотворительный. Серьезный бизнес, все чисто. Прощание начинают. Ну, давай же, звони. Звони. Что? Что это значит, если нормальным языком? Ну, если нормальным, то по характеру входного и выходного отверстия, ну, и так далее. Самоубийство. Я вас огорчила? Очень. Ну вот, всё. Список основных фигурантов можно составить. Родственников тоже? Всех. Так, крути-ка назад. С момента, когда там все и когда Сизов к сыну Симоненко подходит. Третий раз смотрим. Ничего, ничего, ничего. 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 Стой, останови. Стой. Нет. Ничего. Зина вкусно готовит. Да. Да, Зина, очень вкусно. Спасибо большое. Добавки? Нет-нет-нет, спасибо. Я наелся. Так ведь вкусно же. Ну, капельку. Немножечко. Все. Все. Ну-ка, Зина, сходи-ка там, чайку завари и тортик порежь. Хорошо, мам, конечно. Чуть-чуть попозже. Не попозже, а сейчас. И Валюшку возьми, она тебе поможет. Мам. Да не обижу. Не обижу я твоего знакомого. Иди-иди. Валюш, пойдем со мной торт порежем. Я вам вот что скажу. Андрей Степанович, так? Да. Я уж не знаю, какие у вас отношения с Зинаидой и знать не хочу. но у нас ребенок растет. И ей приходящих мужиков в материной койке видеть совершенно не к чему. Ну, я понимаю. Да чего вы понимаете? Вы помолчите, вы меня послушайте. Решайте. Нужна она вам? Берите, не пожалеете. Не нужна? Не нужна? Чего же вы в нашу семью-то лезете? Зазря. Идите себе сторонкой. Ну и конкретное предложение. Я могу Валю забрать. Поедем в Воронежскую область. Пока нас нет, живите семьей. Вы определяетесь. Зато потом все как следует оформить. Без блуда. Ну, чего разволновалась? Всех дел поговорили немного. Или мы друг друга не поняли? Поняли. Поняли. Тихо, 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 Ниночка. Господи. Все люди как люди. А тебе не остановиться. И главное, так тихо, незаметно надираешься. Я всегда удивлялась. На секунду в сторону взглянешь, хлоп, а ты уже пьяный. Нина. Что? Понимаешь, люди все так одинокие и так беззащитные. Вот жил Симоненко. Господи. Пойдемте, Теря. Погоди, Нина. Так, телефон дай, у меня денег не осталось. Вечно у тебя ни денег, ни вообще. Андрей Степанович, Парфенов, я тут доложить хотел. В окнах у Симоненко свет горит. Так это, случайно? Мы с супругой в гостях были мимышли. Там квартира опечатана. Собака у соседки. А вот теперь уже все. Погасили. Что делать будем? Погасили. Погасили. Теря. Погасили. Погасили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Операция нормально прошла. Понравился рассказ-то? Десять-ноль. В твою пользу. Сколько можно нас мучить? Ну, похоронили человека уже и хватит. Даже сорок дней не прошло. Вика, погоди. Ну, предположим, отец эту записку раньше написал. Ну, что с того? Ну, положил он в ящик стола, а потом вспомнил, забыл, достал. А ты не понимаешь? Они хотят растрездвонить, что это убийство. Ладно, вы внимательно все смотрели. В квартире ничего не изменилось, все вещи на месте. А что тут ценного? Картины? Так это не шишки. Фарфор? Да нет, все на месте. Пожалуйста, записывайте. Пропали. Ваза напольная китайская и зажигалка желтого цвета. У отца в кабинете где-то сверху лежала. Золотая? Да нет, позолоченная. Дюран, Дюпон. Ну, что-то в этом роде. А вазу Султан разбил. А кто-нибудь из вас в квартиру заходил в последние дни? Конкретно двадцатого, поздно вечером. А зачем? Так нельзя же было. А что ты на меня смотришь? Я вообще сюда не приходила. Ключи от квартиры у кого есть? Ну, у отца были, у меня, у Вики, у соседки, Антонимы Петровны. Вообще-то отец не пускал никого в квартиру. Я как-то пришла без предупреждения. И он вышел в коридор с пистолетом в руки. Нет никого. Странно, следов борьбы не было, следов взлома тоже. Пошли. Симоненко к себе никого не пускал. Факт? Факт. Значит, мог открыть только знакомому человеку. Простите, барышняка Антонина Петровна? Да. Что? А мы, собственно, к вам. А, вы из милиции? Точнее, из полиции. Мы звонили, звонили. Так там Кирилл дома. Кирилл, это сын мой. Вы, наверное, пришли в связи со смертью Василия Петровича? Да. Кирилл. Ушел? Ну, проходите. Проходите. Присаживайтесь. Я вот рыбу пока, чтобы не растаяло. Ключи от квартиры Симоненко у вас? Ну, да. Василий Петрович сам настаивал, чтобы ключи у меня оббили. И султана, если что, я кормила. Антонина Петровна, по нашим сведениям, двадцатого вечером кто-то был в квартире Симоненко. По времени двадцать три часа с минутками. В окнах горел свет. Вы ничего не заметили? Да нет, конечно. Нет. Мы вообще рано ложимся спать. Извините, я просто никак привыкнуть не могу, что соседа больше нет. Такой человек был хороший. А теперь вот и султан вслед за хозяином. Ну, султан, правда, болел давно. Я Василию Петровичу ветеринара хорошего порекомендовала. Телефон дала. Он вызывал. Какого ветеринара? Когда? Какого? Из этой, из клиники. Клиника еще так смешно называется. Бобика Барбос. При мне звонил. Прямо тогда. Перед смертью. И что, врач? Приезжал? Не знаю. Ее послушать просто благодетельница какая-то. Понятно, что Симоненко я отстегивал за услуги. А может, какой другой был интерес? А? Немцов, надо к ветеринарам подскочить. Клиника Бобик и Барбос. У них там был вызов от Симоненко. Пробей все. День, время. А главное, когда был врач. Ты где? Да я тут фигуранта одного пасу. Если срочно, могу снять наблюдение. Понял. Хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Леся, вставай. Просыпайся. Леся! Где дети? Спят. Мне надо отъехать срочно. Сейчас, пять минут. Пожалуйста. Леся, просыпайся. Там дети одни. Леся! Ты куда? Это не опасно? К Бобику и Барбосу надо. Потом объясню. Олег! Телефон! Извините, не могу. У нас сотрудник из отдела спорта уволился. Без него я в архив не полезу. Ну, тогда я полезу. Стойте! Что вы делаете? Да что вы делаете? Фотографии у нас не здесь лежат. Вот то, что вы ищете. Мы давали ее в прошлом году. Команда Добрыня не профессионалы. Руководитель команды СИЗОВ Алексей Иванович. Между прочим, заслуженный мастер спорта. Спасибо. Фамилии игроков можно установить? Вот, например, вот этот третий слева в среднем ряду. Кто? Без понятия. Если вам нужно, обращайтесь к тренеру. Зачем мне вообще туда идти? Для чего? Только хуже. Слушай, ты сексуальный маньяк. Ты достал меня уже. Ты можешь сидеть тихо? Машину видишь? Пошел и без разговоров. Давай, давай, давай. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Андрей Степаныч, я в ветклинике. Да, все узнал. Тут такая история. Вызов действительно был, но ложный. И запись в журнале есть. Ветеринар приехал, ему никто не открыл. Он постоял, подождал и уехал. Получается, к этому времени Симоненко уже умер. Хорошо. Может быть, свободен. Федяева Алексея Григорьевна? Да, а что, что такое? К вам в СИЗО, Алексей Иванович, для разговора по вашей проблеме. Кто, кто ко мне в СИЗО? Здравствуйте. Здравствуйте. Позволите? Пожалуйста, проходите, пожалуйста. Разувайте. Нет, что вы, зачем разуваться? В комнату проходите, в комнату не разувайтесь. Вы что, зачем разуваться-то? Алифтина Григорьевна, приехал просить прощения, но хотя понимаю, что такое не прощается. Тем не менее, от всей нашей организации, от меня лично, не доглядели, как говорится, в каждом стадии своя паршивая овца. Я сам, отец, прекрасно понимаю ваши чувства. Если бы мою дочь убил бы МКАДа. Вы правильно поняли? Вот этот самый. Что молчишь, говори. Простите. На колени! С матерью разговариваешь. Ты хоть понимаешь, гад, что такое мать? Простите. Вставай. На, утрись. Ну, хватит. Все, убери его отсюда. Еще раз простите. Разбитого не склеишь. Хотя, может быть, давайте он со своей разведется, а с вашей Мариной мы его распишем, свадьбу сыграем. Да вы что? Так как она жить-то с ним будет, а? Вы что? Ну, хотя, конечно. Ну, тогда… Уберите! Не от него, от меня. Уберите. Не возьму. Я свою дочь продавать не буду. Комышин. Я не могу поверить, что ты мой. И что мы вместе… У меня, а не в психушке. Слушай, я у тебя ревнивая дура. Я вчера в твой мобильник хотела залезть, я не удержалась. А ещё я бумажку подобрала, в которую ты списал и выбросил. Так, и что там? Там написано «Майя» и восклицательный знак. Ты чего, та из которой в больнице оказалась? Зиня, я зачем к тебе из общаги переехал? Ты чего, её любишь? Скажи, чего любишь? Зина, человек пропал. Никто не знает, где она. И это всё из-за меня. Я должен выяснить, что с ней. Понимаешь? Угу. Если ты каждый раз… Прости, пожалуйста, прости, прости. Нет, всё-всё-всё-всё-всё. Прости меня, я ревнивая дура. Я ревнивая дура. Ну, прости меня. Я тебя просто стремила. Прости, пожалуйста. Прости. Прости. Накладываю? Давай, садись, съешь, пока не остыло. Что же это получается? Здесь Симоненко это письмо не сейчас написал. А раньше? То, выходит, кто-то взял это письмо и ему подложил на видное место, чтобы было похоже на самоубийство. А что мне следователь скажет? Факты, вещдоки, свидетели. Ничего же нет. Сейчас вся надежда только на новую экспертизу предсмертной записки. Тебе с сыром или с колбасой? Сыром. Или с колбасой? Или с колбасой. Хорошо, с сыром и с колбасой. Давай ешь. А результаты экспертизы когда будут? Сегодня. Обещали. Андрей, я Руслана вчера видела. Что ты на меня смотришь? Я просто с работы шла и встретила его, он торопился куда-то. На учебу, наверное. Один? С девушкой. Слушай, ты позвонил бы ему, а? Все. Надо бежать. Надоело ведь ничего. Голодным будешь весь день. Угу. Скажи, ты в чем сегодня пойдешь? Почему я должен писать эту заявку? Пусть он опорен. Приезжает и пишет. Что ты делок-то? Почему он тебе дал? Здравствуйте. Меня ждете? Извините, что отрываю и… Ничего. Ну что, по вашему делу появилась динамика. Виновный установлен. Пока только один. Но появились шансы собрать доказательства. Хотя это нелегко, много времени прошло. Поэтому передайте вашей дочери… А можно забрать наше заявление, а? То есть, как это забрать? Почему? Так. Митяков денег предложил? А как же ваша дочь единственная, которая забыть не может, что с ней этот козел сделал? А правда и справедливость… Я виновата перед вами. Стыдно сказать, как виновата. Но не он. Другой предложил. Такой человек заслуженный. Как такому откажешь? Как? Да и ведь это дело, оно же все равно до суда не дойдет. Куда мне с ними тягаться-то? А тут хоть деньги. Поживем с Мариночкой. Я ей шубу куплю. Хороший куплю шубу. Из норки. Из норки, значит. Андрей Степаныч, вас там Федяева ждала? Что, отказалась? Да. Камышин, стой! Иди, Виктор Свободен. Я же говорил, что ничего не получится. Иди. Все-таки вляпался. А ведь предупреждали. Теперь никакой самодеятельности. Понятно? Юра. Да? Сосредоточься на школе. Не нравятся мне все эти кражи. Да, охранное предприятие какое-то мутное. Есть. Андрей Степаныч, у нас еще один дом сгорел. Правда, нежилой. Что значит у нас? В Полобаново. Я там живу. Так, друзья мои, давайте не будем подменять пожарных. Слушайте, ну наверняка бомжи. Ты правила 4З знаешь? Залез, засосал пол-литра, закурил бы и заполыхал. Ну, горя-то по одной схеме. Ночью под утро. Так, у меня все. Работайте. Варвара Семеновна, это Камышин. А у вас готово? Да? А ускориться нельзя? Нельзя? Спасибо. Алексей! Камышин! Здорово! Здорово! Ну, ты орел! А я-то все прикидывал, насколько опоздаешь. Да ну, тут же не Москва, все просто. С вещами помочь? Да бог с тобой! Так, теперь так. Заселяешься в мою комнату и сразу к Убаленцеву. Он попробует, давай, он попробует тебя оформить до очередной перетестации. Сдашь — хорошо, нет — ну, без обид. Согласен. А ты чё, меня подселяешь себе вторым номером? Не забыл? Я ж храплю. А храпи себе на здоровье. Я в другом месте живу. Ты чё, к жене вернулся, что ли? Так, давай-ка сейчас, без подробностей. Давай. Нет, ты все-таки расскажи. Ну что, когда написано? Текст написан рукой Симоненко. А вот время написания — от полутора-двух до трех лет назад. Не перед смертью, а до сто процентов. А раньше нельзя было это определить? Сразу? А раньше такой вопрос даже не ставился. Требовалось установить, кто написал — он, не он. Так вы полагаете, что Василия Петровича все-таки убили? Давайте так. Мы вам будем вопросы ставить. А не вы нам. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Ты представляешь, как он потом от меня убежал? Ну что, познакомились уже? Хорошо. Зайдите ко мне. По Симоненко будете работать вдвоем. Дети, родственники, соседи. Открыл он хорошо знакомому человеку. Соседку проверили? Проверили. Симоненко ей платил. Вначале держал приходящую прислугу. А потом переключился на Антонину Петровну. Как удобно, рядом. Но тут вот что нарисовалось. Что? Кирилл Барышников — наркоман со стажем. Симоненко один раз его вытаскивал. Даже устраивал в лечебницу. Даже есть показания врача наркологического. Ну, само по себе это ничего не значит. Парень — сосед, так? Так. Ну, наверняка мать просила. Согласен. Но Кирилл как раз тот человек, которому Симоненко мог открыть дверь. Смотри, Леха, это точка. Сейчас он подойдет, купит какую-нибудь мелочь, без разницы. Лимонад, кола, чипсы. Все равно. И одновременно бабки за дозу передаст. А не ему место, где лежит доза. Где-то близко, но не рядом. Места не тняют. Ну, я смотрю, у тебя все схватил. Ну, здесь не Москва, крутиться надо. Гляди, расплатился — пошел. Давай, пора. Ну, я не могу, меня здесь давно срисовали. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алло. Руслан. Это я. Отец. Да вот, встретиться с тобой хочу. Поговорить. Давненько мы с тобой не разговаривали. Ну, все-таки. Ты сможешь сегодня? Ну, скажем, часов семь. В кафе «Магнолия». Да, то, что на свободы. Договорились? До встречи. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Барышников, ты ли это? Так а что у нас там такое? Ой, только вот не свисти, что этот порошок сам тебе в карман залетел. Ты дважды два восемь хорошо знаешь? Свою статью надо знать. При обыске в квартире Кирилла Барышникова была найдена зажигалка фирмы «Дюпон», коллекция «Гетсбен». Материал — ювелирная латунь двуслонная по золоту. Привязательная стоимость — двадцать пять тысяч. Вещь заметная, сына дочь Самоненко, ее опознали. Полковник курить бросил, а зажигалку все равно в руках крутил. Она всегда у него на виду месте лежала. Угу. Значит, зашел, попросил денег на дозу, полковник не дал. Тогда он взял и застрелил его, инсценировав под самоубийство. Забрал зажигалку и ушел. Леша, ты сам-то в это веришь? Здравствуй. Я думал, уже не придешь. Да, работы много. Меня ведь восстановили. Так что… Челыхал. Мать что-то такое рассказывала. Здравствуйте. Что будете заказывать? Ну, выбирай, что хочешь. Ты ведь, наверное, голодный? Не надо ничего. Спасибо. А мне кофе черный. С сахаром. Ну? Рассказывай. Как жизнь? Чем занимаешься? Где учишься? Нигде. А что так? Я был уверен, что ты поступишь. Мы с Кругловым подумали и решили, что сначала нужно рабочую профессию получить. А эта подождет. Рабочую – это что, на заводе, что ли? Нет. У меня бизнес свой. Небольшой. Спасибо Круглову. Помог. Да ты что? Ух ты, молодчина. И что за бизнес? Да так, автомастерская. Маленькая. Маленькая – не беда. Ну и как получается? Пока трудно сказать. Не раскрутились еще. Учусь. Да нет, ну здорово, Руслан. Да молодец. Знаешь, самостоятельность в твоем возрасте дорогого стоит. У меня бы точно не получилось. Спасибо. Слушай, у меня у знакомого два снегохода есть. Давайте съездим покатаемся, Борьку возьмем. Свои снегоходы? Ну да. Я попрошу Надю, они откажут. Какие? Какие? По-моему, Ямаха. Ямаха – клевый. Если это они. Да я могу уточнить прямо сейчас. Сейчас. Так. Раньше ты говорил, что снегоходы – самая короткая дорога в рай. Да? Ну я был не прав, не каюсь. Ну так что, махнем бы эти выходные? Поехали. Борька рад будет. Надеюсь, тебя у мамы не надо отпрашивать. Здравствуйте. А я познакомиться пришла. Это что? Изин, ты познакомься. Это Зина. Да я ужин приготовила. Мы с папой живем недалеко. Я подумала, о чем по кафешкам гастрит зарабатывать. Пойдем дома у нас посидим по-семейному. Поговорим. Нет. По-семейному не получится. Спасибо. Это есть твоя работа, из которой ты так долго не звонил? Руслан, постой. Ты год назад, когда я из тюрьмы вышел, ни разу не зашел, не позвонил. А я тебя видел. С другой бабой. Вот и катай их по очереди на снегоходах. От нас отстань. Ясно? Я… Прости, я… Что-то как-то не вовремя пришла. Пошли. Домой. Доброе утро. Воскресный завтрак. Эй, ну зачем? Ну тогда я встану. Нет-нет-нет. Ты будешь лежать, будешь есть, а я буду на тебя смотреть. Я тебе в кофе три куска сахара положил. Нормально? Не мало? Давай еще один. Спасибо. Спасибо. На, пей. Спасибо. Смотри, что я тебе купила. Мне? Ну не тебе, конечно. Для подарка Боре. Так. А я разве говорил, что мне нужен подарок? Ну ты же сказал, что Ольга разрешила тебя встречаться с младшим по воскресеньям. Сказал? Ну, сегодня в воскресенье. Тебе же некогда по магазинам ходить. Чего, отличная тачка. Ему понравится. Зин… Что, опять не то? Ну, извини. Иди с пустыми руками. А можно я сам? Ну, просто возьму и сам разберусь, что мне нужно, а что нет. Пусть это будет плохой, неправильный подарок. Ну, мой. Ты не пытайся ты за меня все делать. Ну, успокойся ты уже, наконец. Вот все, что я не скажу, все, что не сделаю, все не так, да? Конечно, поговорить оно не о чем. Глупая баба. У тебя ведь журналистка была. Глупости. Ну, не в этом же дело. В чем дело? В чем? Думаешь, не знаешь, что ты ее ищешь? А если найдешь, что ты меня сразу в отставку, да? Слушай, а может ты свою бывшую жену до сих пор любишь? Сколько она к тебе на зону ездила, а? Год? Или два, может быть? Потом чего, терпелки не хватит? Прекрати! Сам прекрати! Алло. Да. Понял. Хорошо. Знаешь что? Не нравлюсь? Давай, уходи. И не приходи больше. Вот что. Поехали. Ой, ужас-то какой. Батюш, ты с меня. Да, я тебе говорю. Четвертый дом поджигают. Так я знаю, что четвертый дом. Вы что там? Трое погибших. Все граждане России, ну, откуда-то из Брянской области. Хозяева наняли делать ремонт, а сами хозяева в отъезде. Газа тут нет, пользовались плиткой. Алик Немцов, он раньше всех тут. Я понял. Ладно, спасибо, Владимир. Четвертый случай, Андрей Степанович. Честного под утро. Только теперь три трупа. Ты где-то рядом живешь, да? Да, вон, на соседней улице. Вон. Прямо из дома примчался. Считаешь, поджог? Не я один, все считают. Воруют, потом поджигают. Есть что воровать? О чем говорят? Ну, я не знаю. Будто ходит здесь черная женщина и на дома указывает. На которой укажет, сгорит. Вот только черной женщины нам здесь еще не хватало. А инопланетяне со спичками не прилетали? Что указывает, я сам не видел. А так, вон она стоит. Здравствуйте. Мы из полиции. По поводу пожара соседей опрашиваем. Можно с вами поговорить? Простите, вас как зовут? Нет людей, Гена Обниная. От Бога. Все сгорим, все сгорим. Ум. У нас здесь такое заходованное. Заходованное. А кто проклял? Кто? Подскажете. То дьявол. Он и дома поджигает. Молиться в набросине. Антихристы. Господи, Сарисе небесное. Матеря Божа, прости. Ну? Догнать. Да не надо. Здравствуй. Я думала, ты уж не придешь. Привет. Привет. А это тебе. Извини, ехал, торопился, она в ДТП попала. Ну, я тебе потом другой, ладно? Ну, что, пошли? Пошли. Не позже семьи возвращайтесь. И газировки не покупай ему. И мороженое, а то ангина. Классная машинка. Крутая? Да. Ну, хорошо. Осторожней. А теперь куда? Так, кино, обед и книжный. Раз уж я тебе Гарри Поттера последнего обещал. Не успеем. Давай обед вытер. Не мною его. Ничего. Вернемся. Я другу позвонил. Он уже где-то должен быть здесь, на машине. Так, серебристый кадиллак видишь? Нет. Ниже. Нет? Я тоже. Ну, тогда серенькую простенькую ищи. А, вон он. Выбегай. Держи. Держи. Ну, давай, Борис Андреевич. Увидимся. Ну, спасибо за помощь. Погоди. Может, тебе надо слово? Борь, постой. Не уходи пока. Ну, чего у тебя? С Юркинсом разговаривал. Ну, и что? Кирилл Барышников раскололся. Короче, в убийстве Симоненко признался. То есть, как признался? Вот такие дела. Полный бред. Полнейший. Да не мог он признаться. И убить не мог. Не сходится, понимаешь? Андрей, извини. А что, если действительно убил? Вот ты сейчас не веришь от того, что у тебя в голове другая схема. Крепко сидит. Все, что не укладывается, того и быть не может. Леша. Пап, ты еще долго? Пошли, Борь. Ну, вот. Вовремя вернулись. Иду, иду. Ох, а выходи. Ну, давай, Борька. До следующего воскресенья. Пока. Пока. Может, зайдете? Оля сейчас придет, она в магазин вышла. Не стоит. Хочу сказать. Сразу-то не слишком. Нет, я понимаю, конечно, можно весь магазин детских игрушек скупить, но зачем парню это портить? Что? Я порчу. Ну, а как? Я хочу сказать, что надо бы как-то поаккуратнее, а то у нас с вами криво получается. Отчим, значит, требует, а отец, получается, балует. Слушай, ты, отчим, ты будешь меня учить, что мне можно, а что нельзя? Значит, мы с вами уже на «ты» перешли. Хорошо. Мне с тобой делить нечего. Но я твоих детей растил, кормил, можно сказать, с руки, и мне их еще воспитывать, а не тебе, мне. Растил, говоришь? Растил, значит, что кормишь, да? Андрей! Андрей! Вы что творите-то, а? Все. Все. Андрей! Я же упростила тебя. Все в порядке. Это я лишнего наговорил. Все в порядке. Боря где? Боря дома. Проходи. Все будет в порядке. Обещаю. День сегодня тяжелый. Не удержался. Зря полез. Извини. Все нормально, Оля. Все нормально. Нос. Нос мне разбил. Портфель твой. Да нормальные у тебя пацаны. И Руслан, и Борька. Руслан, он повзрослел сейчас быстро. С характером. Работать начал. Я думаю, захочешь, наладится у тебя все. Наладится. Если б я знал как. Ничего-ничего. Всякое бывает. У меня вот мать без отца растила. На трех работах работала, чтоб копейку заработать. А я по малолетке в колонию угодил. Дураком был. Много я понял. Разобрался. Теперь вот. Магазин свой. Кафе. Небольшая, конечно. Но прибыль. Они не мешают по бизнесу. Ага. Ну, как без этого? Тут, кстати, недавно двое твоих приходили. Полицейских. Говорят, если не найдем взаимопонимания, закрой булавочку. Говори, как выглядели. Найду. Да ну, ладно. Не очень-то и надо. Мне надо. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здрасте. 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 Привет. Извините. А как вас зовут? Зина. Зина. А что? Зинаида. А что? Зинаида. Зинаида. День сегодня. Явно не мой. Пойдемте. Пойдемте. Да. Не ожидал вас здесь увидеть. Да я вас тоже. Не ожидал. У подруги юбилей нельзя было не прийти. Так что вы не подумайте, я... Да нет, что вы. У вас неплохо получалось. Да ладно. Ну что, поздно уже? Все. Кончат балку. Пора домой. Да. Или нет. Или не знаю. Ответ окончил. Что, некуда идти? Как вы догадались? Да заметно, Андрей Степанович. Даже без экспертизы. Пришли? Да. Я здесь. На первом этаже живу. У меня даже земля. Под окнами с той стороны есть. Сад. Метр на метр. И что же вы там выращиваете? Зайдете? Зайдете. 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 Идем купаться. Весь. Сейчас. Сейчас выйдет. Дело есть, Немцов. Что такое? Что вам нужно? Не бойся, хозяйка. Мы тут постоим. Поговорим. Иди-иди, Олесь, иди. Иди-иди. Все нормально. Иди. В общем, так. Мы с мужиками посоветовались и решили. Дружину собирать надо для самообороны. Дежурство назначим две ночи на третью. Какую дружину? Зачем? Дома охранять. Они же опять красного петуха пустят. Ты с нами? Незаконно все это. Мне точно нельзя. И вам не советую. Но смотри, как знаешь, Немцов, ты же у нас полиция. А полиция существует для чего? Чтобы этих не русских защищать? Они нас жгут, убивают. А мы должны сидеть сложа руки. И няньковцы с ними. Смотри, Немцов. Пошли, мужики. С этим все ясно. Привет. Привет. Я Алиса. А вы? Андрей Степанович. Да вы можете не смущаться. Я личную жизнь сестры не контролирую. У нас плюрализм и невмешательство. Кофе будете? Ну, вообще-то можно. Кстати, я Варваре давно намекала, что у нее дефицит бойфрендов. Теперь поставлю ей зачет. Да, забыла вас предупредить. Я всех своих знакомых называю по имени. Без отчества. Даже мой врач. Он жутко старый. Просто Дима. Договорились? Хорошо. Помочь? Предупреждение номер два. Я ненавижу, когда мне помогают. Сливки кончились. Ну, выпьем. За мою сестру. Она у меня клевая. Только не все это замечают. А с чего это вдруг Кирилл Барышников в убийстве признался? По собственному желанию или по… Что значит, Илья? Мне это надоело. Сознался, не сознался. Чистосердечное подписал. И слава Богу, это его маленький плюс. А вы что думали, я его бил, пытал, иголки под ногти совал? Да не мог он убить. Так вы там были? Вы замышленную скважину подсматривали, что ли? Вообще, я не понимаю. Сам же хотел, чтобы Симоненко именно был убит. И тебе ему убийца не нравится. Так, все, хватит. Закончим разговор, или я буду квалифицировать это как давление на следствие. Андрей. Там Барышникова что-то сообщить тебе хочет. В кабинете ждет. Сказал, что очень срочно и сообщит только себе. Видок у нее там. В гроб крашу кладут. Да не нервничайте вы так. Мы вас внимательно слушаем. Бедный мой мальчик. Он погибнет. Вы понимаете, он просто погибнет. Так, давайте спокойно. В интересах дела и по порядку. Вы понимаете, он, конечно, признался. Но он не убивал. Богом клянусь, он не убивал. Но его заставили. И у него просто не было другого выхода. Кирилл наркоман. Вы же знаете. Мы лечились, мы старались. Василий Петрович нам очень помогал. Потом появился этот человек. И он Кирилла использовал. Понимаете? Он его запугал. Он вытянул у Кирилла какие-то фамилии. Какие фамилии? Постарайтесь вспомнить. А я откуда ж знаю. Кого-то, наверное, из тех, кто заразу это продает. Я не знаю. Стоп. Кирилл сдал своих дилеров, так? Да. Да. Кирилл очень боялся. Понимаете? А потом этот человек сказал, возьмешь на себя полковника. И Кирилл дал зажигалку из квартиры Василия Петровича. А потом сказал, что если Кирилл откажется, то будет хуже. Пригрозил засветить его как осведомителя? Вот ужас. И Кирилл тогда сказал, мама, я так сяду. А как меня убьют? Убьют. Понимаете? Ой, Господи, Боже мой. Но я ничего не знала. Я тогда вообще ничего не знала. Кирилл мне все это рассказал в тот день, когда его арестовали. Вы понимаете? А теперь вот еще и признался в тюрьме. Кто принес вашему сыну зажигалку? Кто велел взять на себя убийство? Вы ведь знаете? Да. А Кириллу не будет хуже, если я скажу. Не будет. Кто? Это Юргенс. Виктор Юргенс. Я адвоката нашла. Я адвокату все расскажу, да? Леш, ответь. Я занят. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Ало. Это Абурин. Андрей Степанович, Немцов. Там Балованова поджигатель нашли? Ну, нашли. И что? Убивают. ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Аккуратнее! 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 Отойди! Все! Хватит! Остановились! Разойдитесь! Если он виноват, будем судить! Не сомневайтесь! Болочи, черная наша товарищ Голлова, вы все здесь продахнули! Защищайте их! Разойдись, кому сказано! По домам! А этот поджигатель, он кто такой? Да тоже гастарбайтер. Кто-то его в лицо узнал, а в доме канистру нашли, ну и пошло-поехало. Еще бы чуть-чуть растерзали бы, особенно женщины. Когда толпа жуть, там уже людей нет, как стая. А ну-ка притормози. Еще чего? Я интервью только за бабки даю. Ты мне что, может быть мораль пришел почитать, а? Кто тебе поручил в убийство Симоненко на Кирилла Барышникова свалить? Чего? Кто велел? Ну! Лечиться надо, майор! Ты из какого инкубатора вывыпился? Всегда так делай, нам колотых, что только не вешали. Отойди, пожалуйста. Кто велел? Я спрашиваю! Это что такое? Что за разборки? Ну-ка прекратить немедленно! Нет, Юргенс, ты не понимаешь, что ты натворил? И не надо нам лапшу на уши вешать. Убийство хотел побыстрее раскрыть, а парень не в счет. Он же мразь, наркоман. Я правильно излагаю? Да ну и что? Хотел раскрыть, что тут такого? Подбросил зажигалку? Да бред. Пальчики мои есть, нет? И не докажете. Сейчас ты сядешь за стол, возьмешь ручку и напишешь рапорт по собственному. И очень быстро! До свидания! Андрей Степанович, здравствуйте! Здравствуйте! Ага! Спасибо вам большое! Адвокат сказал, что Кирилла отпустят под подписку. Останется только 228-я, а там есть шанс на условное. Условное – это хорошо. Ой, извините, мне пора выходить. Простите, а я вот спросить хотела. Вы узнали, кто Василия Петровича убил? Нет. А помните, Вы про ветеринара спрашивали? Так вот ведь, приходил он. Ошибаетесь. Приехал и уехал. Дверь никто не открыл. И в клинике записали ложный вызов. Ну, не знаю. Только Людмила Евгеньевна из семнадцатой видела. Был доктор. Молодой такой, в халате. Прямо в дверь входил. Как я боялась, что ты вообще больше не придешь. Прости меня, пожалуйста. Прости. Ты будешь не уходи. Слышишь? Все что угодно делать, только будешь не уходи. Слышишь? Слышишь? Не уходи. Это ты меня прости. Ну, хочешь? Давай распишемся. Камышин, ты это, ты не шути такими вещами. Ты это чё? Правда, что ли? Серьезно? Садись. Перед смертью Симоненко на вопрос, кому я перешел дорогу, назвал имя Алмаз. Это кто? Чуть больше десяти лет назад в Тишинск пришел новый хозяин. Кто он? Никто так и не узнал. Было жесткое побоище. Балабановских замочили. Периодически слишком борзых бизнесменов убивали. Пошли слухи о новом авторитете Алмази. Как только возникало какое-то дело, касающееся передела сфер влияния, так сразу этот Алмаз выскакивал. Носом в землю рыли. Не нашли Алмаза. Забавненько тут у вас. Прям не Тишинск, а Чикаго. Интересно, как это Алмазу удалось так долго скрываться? Ну, сразу не нашли, понятно. Но за десять лет неужели ничего не всплыло? Был у нас один толковый следователь, Громов. Он вроде вышел на него, но много не трепался, боялся спугнуть. Убили Громова. Ловко убрали. Потом вроде тихо стало. Алмаз не всплывал. А потом вдруг Симоненко мне и говорит, это Алмаз. Как такое может быть? А ты можешь не маячь? Сядь, пожалуйста. Голова и так кружится. Теперь ты понимаешь, почему я никогда не поверю, что Симоненко застрелил наркоман? Здесь разборки рангом повыше. И что ты думаешь? Неуловимый Алмаз? Не знаю. Не знаю. Поверить в Алмаза разум и факты не позволяют. Не поверить абсолютно, значит, игнорировать часть информации. Единственная возможность хоть что-то понять про Алмаза, это настоящего убийцу Симоненко искать. Такие убийства экспромтом не совершают. След должен быть. Так может быть пошутил твой Симоненко? Решил тебя послать остроумно, а на самом деле все намного проще. Может и так. Только вот одна мысль мне покоя не дает. Как только Симоненко мне про Алмаза сказал, так его сразу и убили. А где именно вы стояли? Здесь? Я сверху спускалась, по лестнице. Я в магазин шла за продуктами. Иду, а возле двери Василия Петровича доктор-ветеринар стоит. Он позвонил, я мимо прошла, а потом слышу, дверь открылась. Василий Петрович у него что-то спросил, тот ответил и зашел в квартиру. А поточнее, о чем они разговаривали? Люд, ты вспоминай, вспоминай, постарайся. Не помню. Я же не знала, что вы меня потом про это спрашивать будете. А в лицо этого доктора вы знаете? Я его и не видела в лицо-то, он спиной стоял. Угу. Ну хорошо. А как вы догадались, что этот человек ветеринар? А, так он в халате был, не в белом. Другого цвета, зеленоватый такой. Вообще-то, насчет ветеринара это мне Тоня подсказала. Так, потом. Не густо. Давай так, я в клинику эту, ветеринарную. А ты по квартирам еще пробегись, проверь. Может, ты этого в зеленом халате кто-нибудь еще видел? А, теперь понятно, он мне, что-то меня из Москвы-то выписал. Чтоб я по выходным вот тут отпахал, да? Да, журнал вызова, я его по смене передаю. Доктор вызов сделал, вернулся, расписался. Ложный вызов тоже расписался. А между сменами? В сейфе. Нас тоже, знаете, без конца проверяют все, кому не лень. Дошка, я смотрю, халатик у вас белый? Да, а что нельзя? Да нет, можно. А доктора, пожалуйста, позовите. Любого. И побыстрее, если можно. Ирина Федоровна, извините, на минуточку из полиции. Понял, все. До свидания. Значит, никто этого ветеринара не видел. Никто. Плохо. Ладно. Смотри, расклад такой. Кончать с собой в планы Симоненко не входило. Болела шабака, вызвал ветеринара. А пришел киллер и зачистил его. Умело, я бы даже сказал, профессионально под самоубийство. И старая записка у него была. Откуда? Ты еще спроси, как про вызов узнал? Свои люди в клинике? Книжка накудряла. Клиника частная. Случайных людей не бывает. Журнал, где попал, не валяется. Даже наоборот. Телефонные разговоры с клиентами записывают. Погоди. Разговоры записываются. Давай с другой стороны. Шучок. Прослушка. В квартире у Симоненко. Ну, если в квартире-то найдем. Завтра же? Сегодня, Леша. Сегодня. Долго еще? Нет, вы мне скажите, что вы теперь-то ищете? Может, это тайна страшная какая-то? А? Золото, бриллианты? Что? Может, валюта? Потерпите, мы уже заканчиваем. Ага. Я вот вижу. Результат ноль. Ага. И что теперь вот прикажете делать? Кто мне возместит это время? Кто уберет вот это все? Приносим прощение за неудобства. Мы все уберем. Леша. Сворачиваемся. Ага. Неужели? Ну, куда вы понесли? Ну, туда вешайте. Ну, подожди. Постой. Постой, постой. Там что-то есть. Что это такое? Дай-ка. Что это такое? Илья Васильевич, а вы что-нибудь знали о существовании тайника? Да нет, разумеется. Картина все время вон там висела. Дайте посмотрю. Что это такое? Секундочку. Сетка на яхте. Ерунда какая-то. Я понятия не имею, что это такое? Дом. Где он находится, знаете? Впервые вижу. Вот, вы что, вот это все разворотили ради этой фотографии? Разберемся. Ну, не нашли жучка. Это еще ничего не значит. Если полковника убили, жучка могли. Изъять? Сразу. Допустим. Даже наверняка. Зачем так тщательно прятать этот снимок? Сделан наспех. Любительское фото. На палубе яхты вроде какая-то женщина. Но так мелко, что ничего не разобрать. Узнать бы, где это сказочное место. Да уж. Ну, для чего-то он прятал этот конверт. Чайку еще подлить? Нет, спасибо. Спасибо. Слушай, кому ж на тебя совесть есть? Сегодня воскресенье, завтра понедельник. Сам не спеши, другим людям не даешь, а? Что? Да, ладно. Ну, все, на сегодня. Так я могу ехать? Давай. А, Борин. Слушай, а я еду, смотрю. Тачка знакомая. Твоя? Ну, чего, как в нашем городе-то работается, а? На моем месте как, удобно? Хотя, не-не-не, стой, не отвечай. Тш-ш-ш. Когда начальник, куришь по зоне, всегда удобно, да? Да я не на твоем месте, я на своем. Ты что-то хотел? Что надо? Да не, ничего. Не хворай, не кашляй, ноги в тепле держи. А камышницам знаешь, что передай. Что? Привет. Не, не так. Большой привет. Большой привет. За мной должок, а я человек такой, который долги всегда отдает. Ну, сколько можно на одну фотографию смотреть, а? Это не фотография, это ключ. Я пока не знаю, какая дверь открывается этим ключом. И даже, где она находится, эта дверь. Слушай, камышниц, ты про свадьбу не передумал? Угу. Я уже гостей позвала. С моей стороны двадцать семь человек, получается, а с твоей? Поменьше. А Борин… Все? Ты чего, так нельзя? Ну, для количества могу бывшую жену пригласить или теперешнего можем. Сейчас тебя убью. К милицейскому УАЗику куклу привяжем. А? Шарик, пленочка побольше. Ну, что очень эффектно будет. Блестято. Ну, что я могу сказать, отпечатков полно. Но все они принадлежат Симоненко. Чужих биоматериалов и ДНК нет. Отпечатана была на домашнем фотопринтере явная непрофессиональная печать. И это все? Ну, а что вы еще хотели услышать? А место, которое изображено на фото, как-то можно установить? Ну, с большой долей вероятности могу предположить, что это Средиземное море, ну и только. А может, это отель какой-то? Андрей Степанович, я эксперт, а не дуроператор. Я не знаю, что это за дворец. Ну, что ж. Спасибо. Ну, допустяки. Вы знаете, мне показалось, что вы от меня бегаете. Зря. Я девушка свободная, взрослая. Так что все нормально, без проблем. Алиса вот моя о вас спрашивала. Решила, что вы мой бой-френд, так что теперь не собьешь. Если будет желание, вы заходите. Алиса вот моя о вас спрашивала. Решила, что вы мой бой-френд, так что теперь не собьешь. Договорились? Так, вот ориентировки. Ты пробегись так шустро по адресам. Николай Иванович, Немцова не видел? Да, тут где ты был. Николай Иванович, тут такая история. Ты гастарбайтера, которого чуть не разорвали, помнишь? Ну, поджигателя. Да, помню. Так вот, ничего он не поджигал. Давай. Не виноват, короче. И канистра, оказывается, чужая, и алиби железный есть. Сегодня его выпустят. И что тогда? Парень забитый, перепуганный. С дуру вернется в Балабаново, а там его только и ждали. А кто ж ему охрану-то обеспечит? Ну, подумайте. И еще. Просьба будет. Лично для меня. Как? Женщину одну найти надо. Вот. Каморина Майя Николаевна. 84-го года рождения, город Тамбов. Работала на телевидении, потом уволили, потом исчезла. Понимаешь, шансов, что она еще в городе, почти что нет. Ну, ты проверь, ладно? Все сделаем, не волнуйся. Постараюсь. Понимаешь, я тебе киношку покажу. Что? Появился кандидат ветеринара? Появился. Первоклассный кандидат. Пойдем. Пойдем. На что хочешь спорим? Вон, за все время, пока он был поле зрения камеры, лицо ни разу не засветил. Бейсболка с длинным козырьком и голову все время вниз держит. Смотри, чемоданчик подходящий. Ну, что, зашел, бейсболку снял, зеленый халат достал. Минутное дело. Здраво. Давай-ка еще разок сначала. Стой. А вот это что он делает? А поднял что-то. Рубль нашел. Увеличить можешь? А как? Нет. Ну, иди к Ушаковой. Кланяйся до земли, проси. Она все умеет. Понял. От тебя привет передать? Не надо. Я сегодня уже кланялся. Видите? Да. Что ты взял? Не взял, а поднял. Смотрите. Сначала он это уронил, а потом подобрал. А нельзя это как-то покрупней? Мне надо Камышину доложить точно, что он уронил и что он поднял. Угу. Мутновато, конечно. Да. Блин, ключи. Я бы сказала, от автомобиля. Только я вас предупреждаю, марку автомобиля, цвет, номерной знак, год выпуска я вам по ключам не установлю. Жаль. Давай так. Ты киллер. Ты знаешь, возле подъездов камеры. Припарковаться, не засветившись, сложно. Твои действия. Ну, я бы поехал вон в тот двор. В соседний. И близко, и место подходящее. Для отхода. Ну, вот и поехали. Слушай, а времени сколько прошло? Кто его сейчас вспомнит-то? Словесного портрета нет. Бейсболка да чемоданчик. Мало? Без близняка. Мало, мало. Сам знаю, что мало. Давай, ты туда, я туда. Старушек местных поищи. Порасспрашивай. Мне нормально. Киллеры и к старушкам. Здрасте. Здрасте. Скажите, а в вашем дворе только свои машины стоят или чужие тоже? Куда тут ставить-то? Место, видишь, с гулькой нос? Еще снега в этом году навалило. Будь здоров. А тебе зачем? Полиция. Человечка ищем. Приехал в ваш двор. Оставил машину. Приметы такие. На голове бейсболка, а в руках чемоданчик такой. Ну, потолще дипломата. Не видели? Все, что ли? Все? Подожди. Похож? Похож. Когда хоть было-то? Вчера, сегодня? Пятнадцатого. Пятнадцатого? Ты чего? Я день рождения жены не помню. То ли двадцать пять, то ли двадцать шестого. А ты говоришь, пятнадцатого. Какая машина? Да знать бы. Не установили пока. Ну, ищи иголку в мусорном контейнере. И с дядей Колей поговори. Вот, видишь, Волгаш? Он у нас вечно ругается насчет этого парковочного места. Недавно один мотоциклист поставил свою колымагу. Это крико было, я тебе скажу, дай Боже. С ним поговори. А где его искать? Кого? Дядя Коле-то? Чего его искать? Пошли. Пошли. Михалыч, ёшкин кот, себе по лобовому стеклу постучи. Здорово, дядя Коль. Слышь, тут человечка одного ищут. Пятнадцатого числа, в прошлом месяце. Вот, прошлого месяца машину тут парковал, а сам с чемоданчиком не видал. Да тут каждый день проходной двор. Позавчера один хмырь в джипе на детскую площадку заехал. Им что, все равно, как водят туда? Видимо, я не видал. Тебя как зовут-то, Ходоназаров? Игорь. Шутишь? Как по-настоящему? Дома Пахлавон зовут. А что это значит, Пахлавон? Ну, если на русский перевести. Такой, значит, сильный человек. По-вашему, богатырь. Вот, видишь? А кто у тебя в Матвеевске? Брат старший. Файзл-лох. И еще родственник. И брата семья. Ага. Значит так, сейчас заедем в Балабаново, заберешь свои вещи, и мы тебя допросим до вокзала. И жай-ка ты к брату. Нельзя тебе в Балабаново оставаться. Дожили. Гастарбайтера сопровождаем. Слушай, Ген, я тут живу недалеко. Я забегу на минутку, пару слов жене скажу. Давай. У меня пусто, а у тебя? Ничего. Соседний двор поехали, проверим на всякий случай. Мало ли. Что? Уронил ключи. Потом поднял, да? А почему от автомобиля? С чего мы это решили? А если мотоцикл? Зимой? Да что же это вы к себе постучите? Извините, дядя Коля. Вы тут, говорят, с каким-то мотоциклистом разбирались. Это когда было? Не помню. А какой он у себя вспомните? Какой-какой? Козел наглый. Занял мое место и ушел, и нет его. Добыкновенно, лет тридцать. А вот на голове у него что было? Шлем? Шлем у него на мотоцикле висел под замком. А на голове кепка, ну такая, с длинным козырьком. А чемодан у него был? Ну, типа дипломата. Так он его на багажник пристроил. А что? Везет тебе к камышу. Рыба прямо из воды в руки прыгает. Не забудь, желтая паночка, красная крышечка. Я тогда буду ждать. Я быстро, я туда и обратно. А назад поедем, заеду. Ну, поехали. Угу. А Гена где? Ушел. Сказал, скоро. А они что хотят? Обнять тебя хотят. Вот что. А ну, давай за мной. Шевелись. 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 Быстрее, быстрее, быстрее. Шевелись. Рывай. Александ. Алик, что случилось? Все нормально, ты только не волнуйся. Кто это? Это Куданазаров Игорь, то есть Пахлавон. Черт. Здесь стоять, тут не видно. Ты можешь мне сказать, что происходит? Могу. Иди в комнату к детям, сидите тихо. Да где же они? Нинцов, выйди, поговорить надо. Да выходи, не дреть ты нам не нужен. Ага, сейчас. Леся, бери мою мобильную, звони Оборину, Камышину. Все равно, кто первый ответит? Скажи, помощь нужна. Какая помощь? Леся, не тормози, они думают, это он в Балабаново дома поджигал. Забьют ведь. Я не поджигал, нет. Нельзя чужой дом с огнем входить. Так что ты выйдешь? Или как? Леся, быстро. Говори, я слышу. Че надо, Григорий? Нинцов, выведи таджика на крыльцо, пусть погуляет. Остальное тебя не касается, мы сами разберемся. В твоем дворе его никто не тронет. А потом скажешь, что он от Витя отошел по нужде. Держи. Меня? Ага. Алло, кто? Олеся? Какая Олеся? Нинцов! Отдай нам его! А то мы его сами заберем, тогда и тебе они постараются. Но учти, это будет уже не хулиганство, а применение насилия в отношении представителей власти. А то и посягательство на жизнь сотрудника. Да ладно, это триста восемнадцатая статья. Мужики, оно вам надо? Да не пугай ты нас, мы давно уже пуганы. Пусть Чурка выходит. Ждем еще минуту и все. Ты по-хорошему его отдай. Сумент. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Здравствуйте Меня зовут Майор Камашин Мы можем поговорить? Куда мне с детьми? Куда? Вещи, одежды Ничего не осталось Чем кормить их? Чем Что я им тебе передам? Начальник Все, пока не могу говорить Ну, что за разговор у тебя? Та вот родители жины рассказали Была у них идея Купить участок недалеко от нас в Балабаново Ну, соток семь, восемь хотя бы Так Тесть походил, нашел У нас сейчас ноги продают И цена вроде подходящая И что? Договорились почти А потом раз и мимо Не дали Так я подумал Погоди, погоди, что значит не дали? Хозяева передумали? Если б хозяева Тестья встретили два отморозка упакованных И намекнули так по-тихому Типа не лезь Иначе будет тебе поменьше участок Метр на два Даже так? Это уже что-то интересное начинается Выходит, кто-то эту землю конкретно хочет А зачем? Вот и я думаю, зачем Земля как земля Нефти нет Ну, где ты там? Иду Да, Лесь Я уже сказал, я постараюсь, ну Есть идея Ну, давай Алик Немцов правильно сторожился Если кто-то Балабановскую землю скупить хочет Ему эти пожары прямо в масть Цены-то падают А дальше? Надо этого покупателя за яйца пощупать В хорошем смысле А от него уже ниточка поведет к исполнителям Ну, это все теория А предложение есть? Обижаешь, гражданин начальник Готовим человека Он берет толстый кошелек Начинает ходить, прицениваться Его встречают по той же схеме, чтобы напугать Тут-то мы их и установим Ну, и кто разведчик? Я? Тоже мне Шарапов Соглашайся, это же шанс Нам результат нужен или не нужен? Да нужен Ну, тогда да? Тогда не знаю пока Не торопи Это еще обдумать надо Хотя Идея интересная Здесь направо? Угу Видишь, библиотек Там Ольга работает Расставить? Объелся Очень вкусно Спасибо 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 А����и Ой Забыла Вот Боря тебе нарисовал Вот. Надо же. Совсем большой. Мне их так не хватает. Ну, что с тобой опять? Тебе тяжело приезжать? Тише, тише. Ты устала. Надоело, да? Ну, ты так и скажи. Ничего. Даже привыкла. Вин, диспансер, за справкой. Как к тебе домой хожу? Меня там даже узнают. Куда? О, Господи. Я и не знал, что это нужно. Правила такие. Чтоб я тебя не заразила. Да. Интересно, сколько человек на этой вшивой койке имели своих жен, подруг. Три дня новая партия заступает. Еще три. Следующая. Конвейер какой-то. Оля. Ну, зачем ты об этом говоришь, а? А ты меня научи. Научи, как должна себя вести хорошая жена на долгосрочном свидании. Что я должна делать? Улыбаться, смеяться. Говорить только приятное. Ну, говори неприятное. Можно? Нужно. Говорю неприятное. Я устала. В моей жизни появился другой человек. Мерзко звучит, да? Ну, ты не думай, все остается как прежде. Передачки, свидания, ничего не изменится. Хочешь, ударь меня? Да нет, я… Я… Я понимаю. Это… нормально. Просто… Просто так… Уходи. Пожалуйста, сейчас. Уходи. Уезжай. Уходи. Уходи. Да, пошли. Уходи. До свидания. Кто Рупа? Да. Да. Когда мы встретились, я была старше Наде на восемь с половиной лет. Какие тут отношения? Она взрослая. Две женщины, один мужчина. Да это и есть всё в деле. Столько времени прошло, как я могу всё помнить. Ну, что ж вы так разволновались-то, Алюмина Викторовна? Это к вас кот царапнет. Не беспокойтесь. Если кот царапнет, не получит печенки. А вы ведь могли Наде заказать. Она же вам мешала? Я должна испугаться. Закричать, признаться. Я вас огорчу, ничего такого я не делала. Да, отношения были плохие. Вам подробности нужны? Это ведь ваша работа копаться в чужом грязном белье? Наша работа человека найти. Сколько бы лет не прошло. Хорошо, тогда так. Я увлеклась Тороповым и хотела выйти за него замуж. Надя была против. А он любил дочь. Ну, как говорится, ночная кукушка дневную перекукует. В смысле? Пословица такая есть. В общем, победа была моя. Мы обе мучили Торопова. Значит, мешала. Значит, вы ничего не поняли. Я передам мужу, что вы приходили. Ладно, спасибо. А можно еще вопросы? А друзья у Нади были? Подруга была. Фамилии не помню. Звали Карина. А шустрая такая была девчонка. Спасибо. Вот не могу вспомнить, что-то мне в этой Карине Айвазовой еще тогда не понравилось. Хотя ничего конкретного. Как ее Альбина Торопова назвала? Шустрая девочка. Вот, шустрая. Что она хотела этим сказать, а? Кетчуп берем? Ну, конечно. Какие макароны без кетчупа? И сыр этот с дырками. О! Надо, надо эту Айвазовую искать и поскорее. Андрей, с чего ты взял, что хозяин не узнает? Что ты делал Надь Торопова? Решил заново раскрутить. Ему же завтра доложат. Не думал об этом? Думал. И даже рассчитываю на это. Слушай, у меня сейчас денег по нулям. Одолжишь? Триста двадцать пять рублей. А их тел у тебя надо доложить. Да. Держи. Держи. Все. Девушка, подождите. Мы тут, кажется, размахнулись. Давайте мы лишнее уберем. Вот. Если водку, сало, колбасу убрать, тогда хватит. Подождите, подождите, подождите. Это не наш вариант. И? А? И витамины. А? Так? А? Тогда так. Ладно, Алексей. Будем. За алмаза. Чтоб его. Ну, ты понял. Тебе колбаски положить. Соляем, сорвелак. Да-да. И заковываем. Я сушку с дыжечками. Салатчику не желаете? Желаю. Мне просто с майонезом. А вам майонез на обычных яйцах или на перепелиных? Мне на перепели… Пожалуйста. Спасибо. Слушай, про алмаз. У тебя есть уязвимое место? Где? Женщина. У меня семья другая. И давно. Ну… Я… Я про Зину. Тебе надо… Как-то надо тебе… Поговорить с ней. Предупредить тебе ее надо, на всякий случай. Ведь ты же все-таки жениться собрался. Ну, там, свадьба, то, сё… А, Жох. Понимаешь, она для меня… Все сделала. Даже больше, чем все… Из психушки вытащила. А я… Свадьба – это… А правду сказать… Сволочен. А не сказать ничего… Тоже… Сволочь… Последняя… Ну, знаешь, чё… Уже… Поздно, домой пора. Давай вот еще… По одной… И все. Надо еще с этими сгоревшими… Домами разобраться. Даешь добро, я внедряюсь. Давай. Давай. Миш, чё надо-то? У меня только тачка нормальная нужна. А, значит, какой я покупатель? Нет, Леш. А сам… Я лучше сам… Внедрюсь. Камышин, не дури. Ты самый одиозный полицейский Тишинская. Я шам. Тебя тут каждый в лицо знает. От бандита до психа. Сядь. Добрый вечер. А мы тут посидели… Поужинали… Камышин, собирайся. С вещами на выход. Вижу. Главное, не передать на ночь. Да? А то вредно. Да. Что? Проверить хотела? Ну, давай, давай, проверяй. Леш, мы с тобой куда баб спрятали? В шкаф или под кровать? Бабы, бабы. Ну, давай, 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 давай. Ищи, раз пришла. Я ж тебе сказал, я в общежитии у Алексея. По работе. Зин, какие проблемы? Извините. Андрей, поехали домой? Пожалуйста. Поехали. 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 Андрюш. Ты мне ответ на один вопрос. Один простой вопрос из трёх слов и… И ещё вопросительный знак. Скажи мне, пожалуйста, я тебе нужна? Андрюш, только ты прямо отвечай. Прям отвечай, как есть, без закогулина. Я обещаю тебе, что я не буду рыдать и всякое такое, и… И свадьбу эту дурацкую можно спокойно отменить. Андрюш, скажи мне, я тебе нужна? Да. Правда? Сказал бы, нет, я тебя убью. Понял? Поцелуй меня. Торрю. Торрю. Шш! 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 Торрю. Шш! 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 Коррю. Еще шш! Еще шш. keeperam. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Семь с половиной А, и документы в порядке План БТИ, кадастровый, можем оформлять? А как же, муж покойный два года потратил Все, все узаконил Тут на днях приходили уже Приценивались, купить хотели Да, правда, дом у Осветки Но это ничего Можно под домкратить Нижние венцы перебрать Еще лет десять простоит Простоит, простоит Вот дочка с мужем уехали Так тяжело стало Ладно Будем думать А что, мало дают? Мало А за бесценок-то отдавать жалко ведь Ведь... А вы не торопитесь Я вам хорошую сумму предложу Как решу Обязательно позвоню Телефончик ведь есть Спасибо Спасибо, сынок Немцов, ты меня видишь? Угу Все, Олег, никто не обозначился Глух, как в танке Я пять участков посмотрел Тут пару гектаров можно купить Да, на сегодня, думаю, хватит Вообще никого Понял, не клюнули Что-то значит не срослось Ладно, сворачиваемся Как у вас в Перове говорят Есть тема Андрей, что вы так напряглись? Только я предупреждаю Может быть, это ерунда Тогда без претензий Ладно? В общем, меня Алиса В интернете сутками висит Ну, вы знаете Залезла на какой-то сайт экологов А там про строительство дорог Вырубку леса И в качестве примера Что-то такое про платную трассу Которая пройдет через город Т И ссылка на другой сайт Я адрес записала И что? Она спрашивает Город Тейта Случайно не наш Тишинск Каморшин Соображайте быстрее По направлению похоже Москва-юг Города по трассе не называют Это же инсайт Пока планы не утверждены Информация закрыта Возможно, только утечки В общем, одно из двух Или это вообще не Тишинск Или... Помните Через Балабаново трассу пройдет? Тогда земля там Несколько раз вырастет Наверняка И лес рядом В общем, я ничего не думаю Но проверить можно Вот электронный андрес сайт Где вывлекает эту информацию Слушайте, Алиска Просто молодец Я обязательно проверю Ваше здоровье Да вы че, ребят? Тихо, мужик, не рыпайся Жить хочешь? Я слышу, что тебе скажу Не дрожи Ничего тебе не будет Если все как надо сделаешь Ой, ребят Что с ним? Что с ним? Тихо, тихо, тихо 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 Тихо Тихо, сука Тихо, добегайся Чтоб мы тебя в Балабаново Больше не видели Понял? Понял Попробуешь здесь землю покупать Мы тебя в нее и зароем Понял? Понял, не буду Ура! Андрей А ты умеешь вовремя позвонить? Подъехать можешь? У меня тут производственная травма Кто ж ты у вас так, а? Хулиганы Зина, а можно я вас попрошу? Там вот аптека есть Купите, пожалуйста Платков одноразовых Йод и перики Я сейчас, быстро Семь сквозных ранений в голову Мотка не задета Главное, что нас не сломан Молодец Как же ты так провалился? А Немцов где? Отпустил? Да я думал, они нас в Балабанов встретили Ты каким местом думал? Сколько их было? Двое Кто-то такой, поняли? Нет Если можно было бы раскрыться Дал бы я им свой анфас-то портить Все по легенде Лог с деньгами испугался Бромотался Экку ерунду Смотри Камеры на магазине, видишь? Я их специально туда поближе подвел Думаю, хорошо получилось А если она не работает? Ты таким вещами не шути Один из двоих Терехов Эдуард 28 лет Без определенных занятий Спортсмен Занимался в клубе Добры Не у Сизова Футбол Штанга По результатам наблюдений Вчера вечером встречался С менеджером фирмы Меркурий Плюс Второго пока не установили По Меркурию Плюс Фирма известная Занимается покупкой И арендой В том числе земельных участков Недвижимостью Но все чисто Нелегально Землю Блабановскую И там оформляли Точно Да Теперь так Первого пока не трогаем Наблюдаем Второго нужно установить Еще А кто хозяин Меркурий Плюс? Генеральный директор Брызгалина Тамара Игоревна Не то Нам не директор нужен А учредитель В чьих интересах действовали Фирма Меркурий Плюс Входит в группу компании Глобус Учредитель человек известный Агишев Петр Николаевич Ох, Алиска Здорово же ты меня выручила Спасибо Да было бы за что Мелочи Ой, а давайте чай попьем Я торт купила Да нет, извините Побегу Завтра у меня дебют На телевидении Программа Наедине с городом Кое-что скажу О, лады Посмотрю на вас А вам привет Не в лом передать Ну, дырех Это ж не поле чудес Ну и что А вы можете Подмигнуть мне Ну, или Правое ухо почесать Ну, хорошо Постараюсь Правое ухо Угу Договорились Советую еще Аболенцеву привет передать Три раза подпрыгнуть Ну, всего доброго Спасибо Василий Васильевич Здравствуйте Вы меня, наверное, не помните Я Камышин Извините, что я опять За старое Дочь вашу не нашли И дело закрыли Дело в том, что я Сидел И ничего не мог сделать А сейчас Я вернулся Теперь можешь Попробую Можно Лучше поздно, чем никогда Еще, если хочешь Только Где искать собираешься Здесь или там Не понял Здесь ее нет, чтоб ты знал А там 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 Ноживала Песни говорил С ней Каждый месяц Разговаривал Это не так, чтобы Сесть рядом Взять за руку Не так Нельзя Ну и хорошо А ну хорошо, что ты Ехаешь Ладно, давай Будешь Удалось ли как-то переломить эту ситуацию? Нет. Как нет? А если поподробнее? Ну, если поподробнее, не удалось. Ну, хорошо, тогда давайте более конкретно. Жители Курманова беспокоят, когда наконец-то прекратятся пожары. Горят старые дома. Уже пять случаев. Шесть. Тогда тем более у вас есть возможность рассказать жителям нашего города, как проходит расследование. По нашим сведениям, у вас есть один подозреваемый, которого вы задержали. Подозреваемый в поджоге домов был задержан ошибочно, но в настоящий момент уже отпущен. Возбуждено уголовное дело по признакам части второй статьи 167. То есть никаких конкретных результатов? Создается ощущение, что полиция бездействует. Ну, ответить на вопрос, кто поджигал дома, мы пока не можем. Но зато мы можем ответить на другой, не менее интересный вопрос. Какой? Зачем поджигали? В настоящий момент стало известно, что район Балабаново может вплотную примыкать к проектируемой трассе Москва-Юг, которая будет проходить через Тишинск. Не подтвердить и не опровергнуть эту информацию официально я пока не могу. Но могу дать совет. Это мой личный совет. Да я, это я. Ящик смотришь? Включай быстро, наедине с городом. Если бы у меня был участок Балабаново, я бы не стал сейчас продавать землю. А тем более из-за бесценок. Если никто не будет продавать, пожары прекратятся. Спасибо. Это был наш специальный гость, заместитель начальника УМВД города Тишинска, начальник криминальной полиции, майор Камышин Андрей Степанович. После небольшой рекламы мы продолжим нашу программу. Шоколадку будете любезны? Какую вам? О, вот эта. Да, да, да. Пожалуйста. Спасибо. Паш, точно продаете сигареты? Сколько вам? На все. Штучек пять, наверное, да. Хорошо. Спасибо. Майя. Вот, возьмите. Ты? Майка, ты куда? Майка! Маня, стой. Мне надо идти, пусти. Я тебя провожу, где ты живешь. У друзей. Майка! Тебя это... Уждайся! Это твой друг? Не твое дело. Господи! Майя! Майя! Твой мой. Так. Давай. Сюда. Так. Сидишь здесь, на этом месте. Никуда не уходишь. Ждешь меня. Понятно? У тебя там, век, есть, а? Я быстро. Пять минут. Я думаю, кто это? Это правоохранительные органы. Заходи. Подожди. Просьба у меня к тебе, Матвей Михайлович. Не удивляйся. Ну давай, прощай. Что, в хату не зайдешь? Помнишь, я тебе про Майю Каморину говорил? Ну, с которой мы расследованием занимались. Что, нашлась твоя журналистка? Нашла. Сегодня. Сегодня. Случайно. Можешь приютить ее временно. Ну, хотя бы на пару дней. Да не вопрос. Перекантуем все. Не торопись. С ней совсем плохо. Пьяная, грязная. Мне даже просить стыдно. Андрюш, ты думаешь, я в жизни видел мало пьяных баб? А внизу оставил. Тащи сюда. Помочь? Да нет, я сейчас. Не надо. Пожалеешь потом, что связался. Пошли. Пошли. Ее здесь в комнате положим, а я в кухне на складовке унышусь. Спасибо тебе, Матвей Михайлович. Да ничего. Пусть поживет. У меня даже веселей. Что-то она долго в ванной. Да, нашего брата из болота тащить трудно. А баб, если захотелось, еще хуже. Да много. О, классическая картинка. Учебное пособие на тему, как стать алкоголиком. Майор, я тебя для чего к себе пустила? Ну? Ты считаешь, что мне тут на съемной квартире пьяный небритый мужик для полного счастья нужен? Еду почему не берешь? Курица, сосиски, помидоры. Учти, живем по-человечески, что мое, твое и наоборот. Невыгодный расклад. Бабашка грязная. Сними и засунь в стиралку. И тоску зеленую не гони, понял? А вот для чего ты меня к себе пустила? Объявляю для бывших ментов. Языков. Тебя подставили и слили. Разрушили семью. Но ты вернулся. И теперь я собираюсь с помощью тебя заварить журналистское расследование. И распотрошить это осиное гнездо. Мне кажется, взаимовыгодно. Не находишь? Для начала все расскажешь. Согласен? Начинаем. Ну, давай. Ух ты! В каком случае праздник? Годовщина русско-японской войны. Неужели? Начало или конца? И то, и другое. Аликовым пацанам госступом. Да что ты! Алик, поздравляю. Спасибо, Андрей Степанович. Спасибо. Между прочим, об Оленцев сказал. Еще раз водку на столе увидит. А где вот тут водку-то видите, товарищ майор? Водка – это зло. Тем более на рабочем месте. А у нас? Лимонадовка. И что это у вас? Глаза такие веселые. Андрей Степанович, давайте налью. За парней. Ну, чисто символически. Да не надо этого. Товарищ майор, давайте водички простой. У нас есть специально цветы поля. Ну, за Мишку с Гришкой. Давай. Поздравляю. Спасибо. Бичурига. По какому поводу праздник? Алик. У Алика детям год исполнился. Год – это хорошо. Поздравляю, Алик. Спасибо. Водку лимонадом разбавит. Ну-ка, наливай. За год. Лет до 100 им расти без старости. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вот это по-нашему. Теперь о грустном. Ты по телевизору на весь город что сказал? Поджигателей найдем и накажем. Так? Нашел? Не нашел. Кто дальше? Так там участки фирма Агишева скупала. Они наверняка ей нанимали. Ты что? Ты знаешь, кто такой Агишев? Так как он подставился. У него пять штук юристов сидят. И не зря зарплату получают. Если б пожары заказывали, танцы давно обрубили. А фирму проверяйте. Там все в ажуре. Каждая закорючка нотариально оформлена. По телевизору выступают. А следователю что передавать? Воздух? Уверен. Уверен. Пожаров больше не будет. И земли продавать теперь никто не будет. Если трасса пройдет рядом, цены втрое вырастут. Да у нас Балабанова только об этом и говорят. Вы опера или аналитики по недвижимости? Если по недвижимости, увольняйтесь. А если опера, то ищите. И мне на стол результат конкретно, кто спичку подносил. Срок неделя. Время пошло. Мичурины. Николай Иванович, ты помнишь, мы с тобой в Балабаново женщину встретили? Вся в черном. Что-то она там про гиену огненную рассказывала. Да, помню. Да, что поджигателя встретила, как будто видела его. Да это же бред. Она же свихнулась на религиозной почве. На все голову больная. Да на нее посмотреть правильно. Надо посмотреть. Вот завтра с Немцовым. Найдете ее, поговорите и забудь, что она сумасшедшая. А кто? А считай, что свидетель. Дьявола видела, видела, а это уже кое-что. Вот поймаем ее и сдадим Аболенцеву. Или у тебя другие варианты есть? Нет. Давай я подключусь к гиене огненной. Нет. Твоя задача Карина и возьму. Институт, домашний адрес, родители, родственники. Что-то не нравится мне, что она тоже исчезла. Она-то кому помешала? Куда собираешься? Да. Надо мне сегодня. В одно место. Все, бывай. Здорово. Здорово. Вот. Продуктов купил. На пару дней. Ну, как она? Плохо. Ночью совсем скрутила. Я абибиционом вызывать не стал. В аптечку сходил. Капельницу поставил. Витамины снотборные. Капельницу? Подожди, подожди. Спит она. Андрей, она… Ломка у нее и следы на руках. В общем, на наркоте она тяжелой. Ты в курсе? Давно она? Она не говорила, я не спрашиваю. Андрей, ты не волнуйся, уже легче. Многие, которые хотят соскочить с иглы, сначала на алкоголь переходят, потом… В общем, проснется, поговорите. А пока иди, она долго спать будет. Я позвоню. Андрюш, а мы после свадьбы будем где жить? Здесь, вместе с мамой? Не знаю. Тут, знаешь, просто в нашем подъезде однушка сдается. Может, поднадужимся, снимем? Тогда, ну, мы здесь, а мамой попрошу, чтобы, ну, там рядом. Как хочешь. Опять как хочешь. А ты-то как хочешь. Ты сам как хочешь, а? Зин, ты ведь все равно сделаешь, как наметила. Проще не спорить. Вот дурак ты, Камышин. Может, я хочу хоть раз в жизни, поймешь, раз в жизни, чтобы вот… Раз в жизни ничего не решать. Понимаешь? Чтобы за мужской спиной пожить раз в жизни, вообще ничего не решать, чтобы все было, как ты хочешь, как ты сказал. И чтобы желание твое угадывать. Вот загадай какое-нибудь желание. Давай, загадывай. Прямо сейчас. Ну, давай. Ладно. Желание такое. Так. Я тебе сейчас кое-что расскажу, а ты меня не мучаешь дурацкими подозрениями. Давай. Я случайно встретил Майю Каморину. Моя старая знакомая, с которой мы расследованиями занимались. Она без документов. Оказалось, пила сильно. Практически бомжевала. Выглядит паршиво. Да что это? Поговорил с Бараном. Она теперь у него живет. Помочь надо. Случайно, значит? Да. Случайно. Рассказываю. Чтобы ты потом не думала, что я от тебя чего-то там скрываю или вру. Угу. Понятно. Угу. Угу. Спасибо. Угу. 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 Здравствуйте. А, сыщик. Здравствуйте. Вы извините, я очень спешу. А вы что здесь делаете? А вы? Я работаю, русский язык преподаю. Значит, Надя здесь училась, а вы тут. Нет, не так. Я недавно устроилась, в прошлом году. Про Надю хотите что-то узнать? Про Карину Айвазову, подружку её. Я в учебную часть. А учебную часть вы уже прошли. Вот там налево вторая дверь. Проводила бы, то очень спешу. Всего хорошего. Айвазова, 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 айвазова. Извините, нет такой. Да как нет? Такого быть не может. И всё-таки нет. Подождите, я тут недавно… Мы сейчас Ирине Алексеевне позвоним. Она до меня здесь работала, сейчас на пенсии. Не голова, а ходячий энциклопедий. Алло, Ириночка Алексеевна, здравствуйте. Это Леночка из учебной. Да, да, Леночка. Ириночка Алексеевна, скажите, а вы студентку… Айвазову… Айвазову… Карину. Карину. Не помните? Ага, филологический. А, понятно. Да, хорошо. Ну, я так и думала. Угу. До свидания. Отчислили со второго курса. Её дело уже в архиве. Я сейчас вам телефон архива напишу. Вот. Пожалуйста. Спасибо, Лена. Угу. Спасибо. А скажите, Леночка, мы можем ещё раз побеспокоить вашу энциклопедию? Меня интересует, почему отчислили? Причина. Просто так эти из института не отчисляют? По-юродимой. Настоящая фамилия Ворыпаева Нина Петровна. 67 лет. Проживает в Балабаново. Одинокая. Там у неё кошек, собак, бездомных. Целый набор. Болтали, на которую дым укажет, тот и сгорит. Ну, только это не правда всё. Она безобидная. Просто сумасшедшая. Сумасшедшая. Блаженная. Так. Давай по делу. Конкретно показания такие. Поджигатель, дьявол перевёрнутый. Антихрист. Сбылось проклятие отца Серафима, которого после революции убили. Гиена Огненная. Всё. Очень удобно. Сумасшедшая. О чём вообще с ней разговаривать. А вы приметы записали? Словесный портрет пробовали составить? Фоторобот. Кого? Дьявола? Ну, а кого ещё? Когда видела? Выяснить. Совпадает ли по времени с одним из пожаров? Опять проверить. Так. Точка. Всё. Свободны. Есть. Добрый вечер. Добрый вечер. Опять вы? Алексей Аборин. Будете меня преследовать? Или как это у вас называется? Прессовать? Ну, прессовать точно нет. Но если вы домой, могу вас подвезти. Машина недалеко. Послушайте, что вам нужно от меня? Поговорите. Всего три минуты. Позвольте, я вас провожу до остановки. Личное дело Айвазова я получил. Училась неплохо, даже хорошо. И вдруг со второго курса по собственному желанию ушла. Зачем поступать, если не хочешь учиться? Странно. Восемнадцать лет. Самое время для глупостей. Влюбилась, уехала. Уехала? Вы говорили, исчезла. Не придирайтесь. Я говорила, что мой муж тоже её искал. Я не понимаю, зачем меня об этом распрашиваете. Каждый человек знает намного больше, чем говорит. У вас в голове уйма всякой информации про Карину, про Надю. Надо просто как-то активировать этот ресурс. Сабан. Как? Отключите защиту. Я вам не враг. Мне нужно за что-то зацепиться. Почему вы назвали Карину Айвазову шустрой? Не знаю. Помню, когда она первый раз к нам пришла, мгновенно освоилась. Мой муж достаточно строгий человек, уже через час я ей какие-то фокусы показывала. Она девочка из бедной семьи, но схватывала всё на лету. Ваши три минуты давно кончились. Тогда я просто обязан вас подвезти. В качестве штрафа. Поехали! Поехали! Да. Поехали! 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 Не надо. Слушай, а номерации вагонов через с какой стороны? Алло. Да. Что? Как она? А, хорошо. Я скоро подъеду. Зиня, я тут подумал, а может действительно однушку эту в вашем доме снимем? И на маме твоей поближе, и хорошо всем будет. Куда ты собрался? Мне рассказать не хочешь? Нет. А чё так? А я знаю, что ты мне скажешь. А, то есть тебе всё равно, что я тут вот стою, слушаю всё это, переживаю, да? Ну, пускай думает, что хочет. Журналистки свои собрался. Зиня, Майя больна. Я должен к ней съездить. Ах, вот она что, больна, отлично. Перепила в очередной раз? Так ты не жди, прямо сейчас давай езжай, прямо сейчас давай, езжай, полечи. Зиня, ты сейчас лучше помолчи. А, то есть я ещё молчать должна. То есть ты по бабам, а я молчать. Ладно, прекрасно. Давай, иди. Подумаешь, Зинка, Зинка ж всё простит, Зинка ж так можно, да? Давай, 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 езжай. Хорошо. Андрей, если ты сейчас уйдёшь, тогда вообще больше можешь не приходить. Ты понял меня или не понял? Не понял. А вы такой у нас стороны по профессии или это призвание? Машина у вас грязная. Помыть бы не мешал. Помою. Обещаю. Расскажите мне про Надю. Всё, что угодно. Пока едем. Йогурт любила с черникой. Это вам поможет? По полтора часа молась в душе. Отца называла по фамилии Торопов. А с мальчиками я её не видела. Она смеялась над ними, считала их тупыми. А куда вы повернули? Попался. Это я специально вас с кривой дорогой везу, чтоб подольше. С вами ездить быстрее пешком. Спасибо. Подождите. У вас следующая лекция. Случайно не завтра. Можно я подожду? А машина будет чистая, как слезопионерки. Это что, допрос с продолжением двух частей? Нет. Просто завтра я не преисполнил. Тогда зачем? Не надо. А не надо в шесть или не надо в семь? Пол седьмого. Тебя в дурдоме закрыли. Меня погнали отовсюду. Этим и закончилось наше расследование. Ни работы, ни денег. Какое-то время Федора помогал. Какая Федора? Юрка Федорченко. Дружок, у которого ты был. Ну вот. Потом решил тебя в дурки навестить. Я же тебе запретил. Я запретил. Я выждала. А потом решила, что можно. Но мне объяснили, что нельзя. Как объяснили? Доходчиво. Встретили возле больницы. Посадили в машину. Мешок на голову. Отвезли в какой-то сарай. Сказали. Сейчас ты забудешь, что ты журналистка. Начали колоть какую-то дрянь. Тяжелую. Я не знаю, сколько это продолжалось. День, неделю. Казалось бесконечно. Потом отвезли в город. Без денег, без всего. Бросили у Нариков на хать. А после… Все очень смутно. От дозы до дозы. Подонки. Ты их запомнил, сможешь описать? Постарайся. Это очень важно. Я не помню их лица. Все как в тумане. Я раньше думала, что они все слабаки. Алкаши, наркоши. Что стоит только захотеть, и все получится. А здесь ломка не день, не неделю, а месяцы. Казалось, почти слезла. А потом приползла за дозой. И так полгода. Почему ж ты за помощь и не обратилась? К Федорченька хотя бы. Было стыдно. Помочь бы он не помог, а слухи поползли бы. Лучше просто исчезнуть. Я найду нарколога. Не надо, я ж тебе сказала, не надо. Я слезу. Сама. Алкоголем забью или еще что. Выкручусь. Хорошо. Ты сейчас сил набирайся. А я пока с документами твоими решу. Вот. А потом ты вернешься на работу. В газету или на телевидение. Нет. Не понял. Я не буду больше заниматься журналистикой. Никогда. Кому это надо? Все бессмысленно. Не спеши. Посмотрим. И смотреть нечего. Окей. Скрыть. Субтитры создавал DimaTorzok Анатолий Куб. Субтитры подогнал «Симон» 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 Здравствуйте. О, Андрей Степанович. Здравствуйте. Рад видеть. Прошу, проходите. Здравствуйте. Чай, кофе? Может быть? Нет, 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 спасибо. Прошу, господа. Прошу, садитесь. Прошу, прошу. Сгораю от любопытства. Что же я такое натворил, а? Может быть, двойную сплошную пересек? Или, не дай бог, на красный свет проскочил? Петр Николаевич, ваша риэлторская фирма, используя инсайдерскую информацию, скупала участки земли в Балабаново. И как раз в районе проектируемой трассы Москва-Юг. Знаю, знаю. Нет, по поводу трассы, не знаю. Первый раз слышу. А землю, ваше, правда, покупали. Шикарные пейзажи, цены невысокие, вложение капитала, бизнес, купи, продай. А чтобы цены невысокие были, пожаров побольше. Господа полицейские заблуждаются. Наша фирма к пожарам никакого отношения не имеет. Понятно. Скажите, а вот это не очень симпатичное лицо вам знакомо? Нет. Впервые вижу. есть свидетельские показания, что именно этот человек поджигал дома. Преступник. А вот этот человек вам знаком? Гоша, извини. Это да. Где-то видел. Шучу. Ну, я это. И что я с того? Преступник был в аналогичной футболке 999. А, ну, теперь я все понял. Уважаемая полиция думает, что Агишев поджигать. Агишев злодей. Ай-яй-яй. Агишев преступник. Лет пять назад закупили китайские хэбэ. Но не пошли. Всем сотрудникам всех своих фирм раздарил. Еще остались. Хотите, вам подарю? Господи, да всю нашу полицию в них оденем. Оформим, как шефская помощь. по закону. Еще вопросы есть? Алло. Что? Откуда у нее алкоголь? Открой! Открой! Слышишь? Открой! Я сказала, открой! Продолжить хочет. Открой! Э, открой! Пусти. Пусти! О! Камышин! Пойдем выпьем, отметим провал нашего следствия ведут за на таки. Майя, Майя, ну ты же обещала, ты же обещала мне завязать. Камышин, какой ты все-таки зануда. Так. Ванну открой! Пусти! Майор, пусти, на кой я тебе сдалась! ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Вот так. Аккуратно. Послезавтра ты выходишь на работу. Я разговаривал с редактором. Пока восстанавливает твой паспорт, поработаешь внештатным корреспондентом. Вестники. А потом... Нет! Я не буду больше журналисткой. Никогда. Фуфло, это бессмысленная. Тема закрыта. Майя, то, что с тобой произошло, еще не причина, чтобы... Я лучше полы пойду мыть. Или посуду вообще пить. Толку больше. Полы, говоришь? Ну что ж. У нас страна неграничных возможностей. Здесь подожди. Я сейчас. Скажи, моя прирожденная официантка. Непременно. Привет. Что, привел? Да. Если что, ей любая работа подойдет на первое время. А что не так? Только не темли. Пила сейчас бросим. Документы восстанавливаем. Ей зацепиться нужно. Человек честный. Копейки твои не замыкает. Ручаюсь. Ладно. Взять возьму. Но. Предупреждаю. До первой пьянки. До первого срыва. А может здесь у нас строго с этим? Знаком? Здравствуйте. Круглов Валентин. Здрасте, Майя. Вот, возьми. Это что? Мне? Нет. Это Вале подарок. Книжка Андерсона. Очень красивая. С картинками. Ей очень понравится. Ты подари, ну, как будто от себя. Ну, хорошо. Я от себя сам куплю и подарю. Когда, Камышин? Через год? Ну, тебе жалко, что ли? Давай, возьми и подари. Жен. Ей очень понравится. Вставай. Потому что у меня есть волшебный медлен. У меня настоящий такой черный с большим медленным пубрисом. Почему вы это не носите? Валюша, вот, держи подарок. Представляешь, раньше его там все знали? А мое желание, ваша пуговица, может исполнить? Книжки любишь? Ну, самый заветный, понимаешь? Нет, не люблю. Да. Ну, как? Отлично. Характер у девушки имеется. Уже знаешь, что страшнее камыши на звере нет. Ну, а ты что думала? Она обнимет меня и папкой назовет? Так. Валя! А ну, иди сюда! Зин, вот только не надо эти разборки устраивать! Валя! Ты черт! Андрей! Андрюш, Андрюш, ну что ты? Пойдем домой. Зин, отпусти, а? Здорово, не знаешь, я понял. А вы, куда-то уехал. Передай, пожалуйста, нахожу. Пару нам в экспериментах. Вот, как у меня. А что ты, да? Раз, не знаю. Да. Андрей Степанович, тут Григоренко. Давай, говори. Он по фотороботу дьявола Балабановского опознал. Нет, ну я не уверен. Он так немного похож, но не точно. Кто? На кого похож? На Чмурова. По хулиганке у меня проходит. Чмуров Михаил. Ну, только какой он дьявол? Так, пьянь. Который год без работы. Да ты сядь. Рассказывай толком. Что это Чмуров натворил? Бомжа избил на помойке. Жена Чмуровской шмотки выкинула. Он их пожалел. Пошел подбирать. А там бомж его вещи забирает. Ну, а он ему как в... Григоренко. Ну, нанес телесные повреждения. Сотрясения, гематомы, бомж в больнице. Чмуров на подписке у Волошина. Ну и что там в этих шмотках? Вещи изъяли? Изъяли. Грязь всякая, барахло. Штаны старые. Футболка в копоте черная вся. Все. Ну, какая футболка? А я же говорю, стареё. Ну, рисунок какой-нибудь на футболке есть? Картинка? Нет, картинок вроде нет никаких. А, три девятки. Я же ты раньше-то был умник. Собирайся, едем к этому Чумурову. Есть. Николай Иванович, вещь док Ушаковой. Срочно. Пусть проверит на следы бензина. Сажа, копоть. В общем, все, что можно. Есть, Иванович Иванович, повел. Майор Камышин, кто у вас там? Фамилия? Да алкаш, похоже, дрянь какую-то выпил. Фамилия? А, так. Чумуров Михаил. Живой? Поздно. Ну, опять как отошел. Ну, ничего не смогли. Григоренко, иди смотри. Он не он. Я думаю, что паленый алкоголь. Он. Копоть, микрочастицы сажи, следы горючей жидкости. Предположительно, средства для рожжего. Ну, вот вам и дьявол, Чумуров. Безработный пьяница. Наняли, заплатили. А потом он идеально вовремя выпил какой-то дряни и помер. Думаете, помогли? Легко. Жена говорит, пил неизвестно с кем, неизвестно где. Ну, пойдем. Спасибо вам огромное. Варвара Семеновна. Ой, Андрей Степанович, совсем забыла, Алиса вас просила позвонить. Что-то она там для вас нашла. А. Эту вашу Айвазову нашла. Да она и не прячется. У нее теперь фамилия другая. Некрасова Карина. Муж такой пафосный чел. Вадим Некрасов. Коттедж под Москвой. Ну, в общем, все сходится. Год рождения, школа. Спасибо. Да это совсем не трудно было. А что Зина думает о твоем переезде? Да, просто поживем отдельно. Временно. Так всем будет лучше. Вот смотри, какой расклад. Надя Торопова исчезла. А, допустим, шустрая девочка Карина Айвазова что-то знает и не договаривает. И она... Бросает институт, выходит замуж, уезжает из города. Все сразу, очень быстро. Чай будет? Нет. А вот дальше еще интереснее. Муж Карины, Вадим Некрасов. Я очень хорошо его помню. Золотая тишинская молодежь. Полные карманы бабла. Как сыр в масле катался. Вляпывался в какие-то неприятные истории. Но старший брат его всегда отмазывал. Потому что старший брат адвокат. Самый лучший. И очень дорогой. Фамилия Красовский. Сейчас советник мэра. А вот теперь спроси меня. Когда я этого Красовского в последний раз видел? Когда? На похоронах Симоненко. Коттедж Некрасовой и Карины здесь. Поселок Лесные Дали. Подмосковье. Ты меня завези и свободен. Делай свои дела. Разберусь, перезвоню. Прошу. Майор Камышин. УВД Тишинска. Могу я поговорить с Кариной Некрасовой? Проходите. Понимаю. Это очень мило с вашей стороны. Столько усилий. Узнали обо мне все. Приехали. Время не пожалели. Только вот зачем? Я ведь вам и сейчас скажу все то же самое, что и тогда. Бедная Надя. Не знаю, почему с ней так все произошло. Только эта история оставила очень сильное впечатление. Столько времени прошло, а забыть об этом никак не удается. Сочувствую. Да, конечно, очень сильное впечатление. Институт бросили. Замуж вышли. Из горя уехали из славного города Тишинска в Глош. В Москву. Ну да, все так. Вы знаете, как-то так случилось, что принц Монако мне предложения не сделал. Да и наследник Британского престола тоже. Только вот Вадик Некрасов. Далеко не принц, согласны, но... Что же нам, бедным девушкам, беспреданницам остается? Простите, я имя отчества ваше не запомнила. Имя майор. Отчество Камышин. Уважаемый майор Камышин. Повторяю еще раз. Были в институте. После третьей лекции ушли. Вместе. Я и Надя. Ну, дошли до перекрестка, дальше я прямо, а она направо. Это все. Ну что ж. Спасибо за помощь. Лежи, лежи. Молодец. Да, еще один вопрос, но чисто из любопытства. А этот дом вам господин Красовский подарил? Нет, вы ошибаетесь. Вам пора, майор Камышин. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. КОНЕЦ Добрый день. Проходите, пожалуйста. Можете снять пальто здесь или возьмите с собой. С собой. Я с собой возьму. Где вам больше нравится? В окна или в центре? В окна. Куда? Куда? Присаживайтесь, пожалуйста. Сейчас принесу. Добрый день. Выбрали что-нибудь? Здравствуйте. Мне, пожалуйста, салат Каприз и... А что такое котлета по-тишински? Это как по-киевски, только больше и обжарено в сухарях. Ага. Вот мне ее с картошечкой и кофе. Салат Каприз. Котлета по-тишински, картошка, кофе. Все. А знаете что? Давайте без салата Каприз. Что, следишь наркоконтроль? Да нет. Решила посмотреть, как ты здесь. Отлично. Ничего не хочешь поменять? Нисколько. И все же... Принесите Каприз. Съем. Зин, кто это? Не знаю. Парень какой-то принес. Курьер из магазина. Из какого магазина? Может ошиблись? Да нет. Адрес-то правильный. Мам, это камыш. Это платье то самое. Я его примеряла. Представляешь, он сидит хорошо. Только было дороговато. А он, значит, не забыл. Значит, помнит. Мамочка, где мой телефон? Сейчас я ему позвоню. А ты говорила, мам. Так. Подожди-ка. Нет. Сначала примерю. Смотри. Придется, видимо, список расширить. Не спишь? Как ты догадался. А что за список? Претендентов на роль? Хозяина города? Анна Тихоновна. Как это понимать? О, Господи. Откуда оно у вас? Принесли вчера. Зинаиде в подарок. С доставкой на дом. Анна Тихоновна, это шутка. Шутка чья-то дурацкая. Шутка дурацкая? Господи. Жила себе нормально. Нет, нашла. Мента полицейского. Да с гранатой под подушкой спать. И то спокойнее. Зиночка, я все боюсь спросить. У вас что-то случилось? Холодно. Прошлая зима как-то теплее была. Хотите? Могу смешную историю рассказать. Из домашнего архива. Мой папа был лысым. Так вот. Однажды в лесу попали мы в грозу. Мама, папа и я. У папы большая корзинка грибов. Дождь, молния, гром. Все как положено. И вдруг мама так встревожена, что называется на полном серьезе, говорит, Костя, твоя лысина может притянуть молнию. Выхватила у него корзинку, вывела все грибы на землю и нацепила ему на голову. О, вот и ваш кавалер идет. Здорово, Толян. Здрасьте. Так. Ты почему мне ничего не рассказала, а? Тебе трудно было номер набрать, да? Если бы мамаша твоя ко мне не пришла? Значит, мама, к тебе... Ты что, вообще все скрыла бы, да? Зина, ты чем думаешь? Ты что, на меня орешь? Ты слышишь, ты прекрати на меня орать. Я же поначалу чуть вообще, чуть с ума не сошла от радости, понимаешь? Думаю, это твой подарок, от тебя. Пока бы там не поняла, не раскрыла. А кто принес, ты запомнила хоть? Не знаю, пацан какой-то. Зина, а ты кому-нибудь рассказывала, что присмотрела это платье? Показывала его кого-нибудь? Да никому не показывала. Чего, дура, что ли, чтобы сглазить? Господи. Но ведь кто-то... Кто-то же знал, кто-то... Постой, ты помнишь, ты рассказывала, что в магазине на тебя мужик какой-то с улицы глазел? Да, глазел какой-то. Ты его помнишь? Ну, я не знаю, может, и помню. А кто это был-то? Разве иначе. Господи. Какая же ты у меня дура. Зинка! Настя, у тебя уже вообще очередь. Складно излагаешь, и что из этого? Да, выходит, складно. Но неубедительно. А тебе не кажется, что смерть Чемурова очень кстати пришлась? Не то слово, и для меня вообще это подарок судьбы. Не спеши радоваться. В эти дни смертей от некачественного алкоголя не зафиксировано. Мы проверили все точки, где Чемуров обычно водку покупал. Никакого самопала. То есть кто-то о нашем Чемурове специально побеспокоился. Похоже. Знаешь, больше на что похоже? Что эти оба дела, по которым он проходил, и драку, и пожары Балабанова я буду закрывать. С какой стати? Чемурова убрали? Даже сомнений нет. Но чистенько, аккуратненько. Кто-то подошел на улицу. Мужик, выпить хочешь? Вот так, а этого кого-то практически найти невозможно. Даже если этим поиском будет заниматься сам Камышин. Великий и ужасный. Да пошел ты. Да подожди. Кушаковой я с Зининым платьем ходил. Кетчуп и ничего больше. В магазине тоже пусто. Но что-то мне подсказывает, что у магазина в тот день торчал именно Юргенс. Он ведь обещал отомстить. Мы же не можем исключать, что Юргенс работает на хозяина. А я и не исключаю. Значит, мы имеем две версии. Либо платье – это месть Юргенса, и тогда хрен бы с ним. А если это второе предупреждение? Ну, значит, мы на правильном пути. Фу, брось полотенце. Да ладно, не плачь, что ты. Все будет хорошо. Ну-ка, погоди. Промера. Далеко за примером ходить не надо. Достаточно вспомнить недавний скандал, когда в интернет был выложен ролик, который наглядно продемонстрировал нам, кто на самом деле стоит за спиной нашего уважаемого мэра. По чью дудку пляшет руководство города. Ну-ка, ну-ка. И по чью интересную дудку. Ну, тот самый интересный, это он. Черт. Апрель. Алиса, привет. Да, слушай, ты можешь в интернете пробить? Ну, до завтра нельзя было потерпеть. Поищи, пожалуйста. Там был какой-то скандал с нашим мэром. Видеоролик попал в интернет. И Тишинский вестник за 13 апреля прошлого года писал об этом. Спасибо тебе большое. Ты настоящий друг. И внештатный сотрудник. Да. А вот и я. Добрый вечер. Тут белье вам принесла, постиранное, поглаженное. Вот. И поесть вам принесла. Домашнего. Домашнего. Горячие еще. Котлетки. Так, картошечка жареная. Зина, вы просто добрые феи. Нет, вы как золушка. Главите, стираете, готовите. А потом еще как красной шапочкой через темный лес. Да, на старых жигулях. Вот. Салатик. Пойдем. Куда? Погуляем. Зина, поверь, это не шутки. Это платье. Пойми, ты сейчас не должна ко мне приходить. Наоборот, пусть весь город узнает, что мы с тобой расстались. Подругам своим расскажи. В больнице тоже всем. Всем расскажи. Угу. Понятно. Теперь вообще видеться не будем, да? Ну что значит вообще? Я так и знал, что именно так ты и скажешь. Я ведь тоже не сижу сложа руки. Да, кстати. На вот. Посмотри. Кто это? Это не тот мужик, который глазел на тебя, когда ты платье в магазине мерила. Это он? Да, вообще похож. Что значит похож? Он или нет? Он. Вроде. Ладно. Все. Давай. Созвонимся. Пока. Алло. Что? Уже нашла? Хорошо. Скоро буду. Эта видеозапись весьма популярная в инете. Я вам ее на диск скину. Хотя, по-моему, весь город и так в курсе, что мэр у нас дурак. А он-то наивный думает, что очень умело это скрывает. Алиса, а ты не можешь, ну, не обязательно сейчас, а когда будет время, посмотреть в этих ваших сетях Надю Торопову. Она училась вместе с Кариной. Вдруг что-то есть. Интересуют ее фотографии, ну, с какими-нибудь там молодыми людьми. Личного плана. Бойфрендами? Ну, да. Что-то типа того. Андрей, а как насчет чая попить? Идите, идите. Диск все равно еще писаться будет. Проходите. Ну, садитесь же. Можно? Конечно. Какой же, оказывается, голодный. А что ж вы сразу не сказали? Я бы что-нибудь посущественнее. Я вас тогда сейчас 200 кекс ем. Пряники, печенье. А потом обязательно компенсируем. А вы компенсируете. Ешьте. Простите. Алло. Извини, у меня просто мысль нам в голову пришла. Смешная. Ты этого, до который платье прислал, ты его не лови. Ты ему благодарность объяви. За то, что так удачно все получилось для тебя. Уходишь? Да. Надо идти. Ну, что ж. А диск? А, да. Спасибо. Теперь, когда 214 закон работает в полную силу, всякие шульки и мошенники будут сидеть в тюрьме. Краждане, не набирайте. Вход на встречу с руководителем следовательной свободы. А вот что самое интересное, камеру забыли отключить. Ну, как? Ты вообще соображаешь, что не срёшь? А чего я? Тебе что, кресло твое удаёло? Так я тебе другое подыщу. Да, забавно. И кто этот Шерлок Холмс? Карасовский, Лёша. Карасовский, собственной персоной. Так вот он какой, северный олень. Это он и есть хозяин города? Не знаю. Только вот цепочка эта мне покоя не даёт. Надя Карина, Карина Некрасов, Некрасов-Красовский. А у Красовского, как видишь, достаточно влияния, чтобы меня закрыть и делать тороповый замять. Цепочку проверять надо. Вот и проверим. Давно москвы не было. Съезд на выходные, проветрись. Проведи день с Кариной. Съезд на выходные, проветрись. Добрый вечер. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Да. Хорошо, я всё понял. Ваше слово. Поддерживаю. Пас. Отвечаете? Отвечаю. Здесь у нас служебное помещение. Ага. Послушайте, я только что… Это ваша машина? Конечно, моя. Вы, когда парковались, знак видели? Послушайте, я только что подъехала, зашла кинуть денег на телефон. Командир, девушка действительно только что подъехала. Я давно отстаю. Вот. Видите, что вам говорят? Вижу. Но я тоже не просто так здесь стою. Мне что же, в туалет нельзя зайти, что ли? Командир, отойдём в сторонку. Так, опустите немедленно мою машину. Послушайте, я сейчас запишу ваш номер, и у вас будут такие большие проблемы! Ага, напугала ежа. Отойдём в сторонку? Угу. Олег! Погоди. Пять? Что такое? Только я ничего такого не говорил. А, хорошо. А у меня сейчас столько нет. Ну что ж, тогда решение этого вопроса беру на себя. Командир, давай в твоей машинке посидим? Ну, давай посидим. Алексей, я вам действительно очень благодарна. Но я обязательно верну деньги, только до дома доберусь и сразу же вам позвоню. Запишите свой номер телефона. Ну, а меня своим не осчастливите? Не доверяете? Боже упаси, разве можно не взять телефончик у такой красивой женщины? Я позвоню. Угу. Алексей, ну раз уж вы такой бэтмен, одолжите мне, пожалуйста, ещё пятьсот рублей, а то у меня бензин на нуле, а ехать в область. Хе-хе-хе. 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 Андрей, я нашла страничку Наде Тороповой. Вы просили найти её фотографии с бойфрендами. Ну, таких вот прям фотографий нет. Есть другое. Думаю, вас это заинтересует. Надежда Торопова и Вадим Некрасов учились в одной школе. И были однокурсниками. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»